Ага, смотрите, сегодняшняя лекция про асинхронное программирование, ну и про все, что там рядом с ним находится Может для тех, кто с этим никогда дело не имел, показаться довольно-таки непросто местами Я постараюсь рассказать вообще основной минимум и костяк Это вот та лекция, где, ну я в общем перед каждой предупреждаю, что возможно что-то, что я говорю, это не совсем правда Здесь таких мест будет достаточно много, то есть я много где прям не договариваю Это нормально, потому что, ну там если везде договаривать, там ничего не понятно Это тема такая довольно-таки скользкая Мы пройдем с вами два пути Сначала я расскажу про некий синтаксис в питоне Да, мы еще не весь синтаксис изучили, это правда Я покажу кое-какие новые синтактические конструкции, мы их изучим А потом мы пойдем с другой стороны, я расскажу о том, что существуют некоторые проблемы, есть методы ее решения И тут-то нам этот новый синтаксис пригодится Можно было бы, наверное, сделать наоборот Но как-то кажется, что синтаксис без приложения понятно, как рассказывать, а приложение без синтаксиса не очень Поэтому начнем, начнем как всегда с задачи Да, скринкаст я включил Смотрите, в модуле InterTools есть функция, называется Chain Кто-нибудь знает, что это такое? Это функция, в которую можно дать массив, ну, множество генераторов И она вам выдаст все элементы из всех последовательных То есть она выдаст сначала все элементы из первого Потом, когда он кончится, все из второго Потом все из третьего, как будто бы они один к другому приклеены То есть если я скажу Chain, там, Range 3, Range 3, Range 3 Он мне выдаст 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Да? Вот Ну, поскольку такая функция уже существует И писать ее неинтересно Давайте напишем вот такой вот BraceChain Которому мы дадим также множество генераторов А также элемент Before и After И скажем, что мы хотим получать все элементы из каждого генератора Но в начале каждого Before, а в конце каждого After И код для такого, ну, для такой функции Он на самом деле довольно-таки прост и прямолинейен Я просто в цикле прохожу по всем генераторам Говорю Yield Before Потом для каждого элемента генератора Yield элемента и Yield After Вот Как бы всем понятно, как это работает Сейчас очень важный момент Если кто-то подзабыл, что там у нас про генератор было Сейчас самое время задать вопрос Признаться, что ничего не понятно Я еще раз объясню, и дальше все пойдет как по маслу Не, все понятно? Да-да-да, не между, а слева и справа Сначала Before, потом все элементы генератора, потом After Потом снова Before, все элементы генератора, After Ну вот, можно посмотреть, как это работает Для того, чтобы вообще потестить Я несколько генераторов создам Вернее, функции, возвращающие генераторы Это G2, G3, G4 Это, соответственно, квадраты до 3, кубы до 3 И 4 степени Да, давайте исполним И этим G2, G3, G4 дальше буду пользоваться Как бы Ну, они еще встретятся ниже, то запомните Ну, короче, это какие-то генераторы, которые нам нужны для примера Ну, в общем, если я скажу этому Brace Chain Г2, G3, G4, Before и After Такие треугольные скобки И засунув все это в лист Это значит, что мы его должны целиком выпотрошить То есть, звать из него Next, Next, Next Пока все элементы в нем не кончатся Ну, и как бы Получилось ровно то, что мы ожидали Элементы из G2, элементы из G3, элементы из G4 И справа и слева По треугольной скобке Ну, вообще по знаку больше-меньше Вот И все прекрасно Это работа, это рабочее решение Но есть в Питоне некоторый синтаксис Который позволяет сделать это проще Этот синтаксис появился чуть позже, чем сам Yield Это, как вы, наверное, уже видите YieldFrom С помощью вот этой конструкции YieldFrom Можно сказать, начиная с этого момента Мою генераторскую работу выполняет другой генератор То есть, как бы, дальше Yield будет он И вот, когда он до Yieldится, тогда мне вернется управление Вот, то есть, я говорю Когда я хочу один элемент за Yield Я говорю Yield Когда я хочу сделать вот фактически вот так Да Я говорю YieldFrom Что нужно понимать про этот YieldFrom? Во-первых, это комбинация из двух ключевых слов Но она из них логически не складывается Это просто, как бы, такой костыль И чтобы новые ключевые слова не вводить в язык Собрали из тех, из которых есть Вот То есть, это не Yield Хотя, похоже Это не From абсолютно вообще Никакого отношения к нему не имеет Это вот новая конструкция YieldFrom, которая вот так работает YieldFrom просто заменяет цикл Да, 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 да Этот YieldFrom заменяет цикл Вот То есть, вот то, что выделено сверху Вот Значит Это, знаете, похоже на Ну, синтаксически на Вот эту вот запись В которой For и In Это не For и не In Да, то есть, это не Вот здесь вот Это не цикл Это не оператор вхождения Это как бы из тех же ключевых слов Другая запись собрана Вот здесь та же самая история Вот Да, второе, что важно понимать Вряд ли, если бы Все ограничивалось только Вот несчастной заменой цикла Кто-нибудь стал бы в язык добавлять новую синтаксическую конструкцию Даже не функцию, да Даже вот не какой-то модуль А прям менять синтаксис на корню Ради того, чтобы вот это заменить Да, действительно, причины более глубокие В первую очередь Это чисто технический момент Что когда вы пишете YieldFrom То вызывающая вас сторона и тот генератор Они технически связываются напрямую То есть, вы перестаете копировать себе эти ссылки Выбрасывать их Оно как бы напрямую кидается Оттуда, сразу туда Но это все как бы под капотом От нас сокрыто То есть Ну, короче, надо понимать Что когда вы используете YieldFrom Это оставляет разработчику языка Возможность оптимизировать там Сколько угодно, что угодно В то время, как если вы пишете Ну, не прямо цикл То, ну, это просто цикл Вот Есть еще вторая причина И даже там, можно сказать, третья Но мы пока не можем о ней поговорить Мы сейчас вот Поговорим про карутины И вернемся к YieldFrom Но запомнили, да, что Мы остались немного разочарованными YieldFrom'ом Потому что какой-то он слишком бесполезный Пока нам кажется Ну вот Значит, теперь про карутины Да, кстати Ну да, ничего не меняет Мы можем попробовать Что это тоже работает Вот я сейчас вот этот происчень Синтерпетировал Смотрите, значит Давайте сначала пример Значит, нам хочется иметь такой объект В который я закидываю элементы А он мне на каждый элемент в ответ говорит Больше ли он среднего Всех тех, что я уже закинул Или меньше Вот Ну, если равно, то считаем, что Тоже как бы больше Больше равно Ну, в общем, это Абсолютно примитивный класс В нити я обнуляю сумм и количество элементов В ADD я добавляю к сумме элемент Количество элементов добавляю единичку И возвращаю результат сравнения XA и среднего Ну, понятно, что здесь есть какие-то непонятные тонкости Виды там целые и не целые Как бы, ну, в общем, не важно Это просто пример Да, вот я создаю такой мин И начинаю добавлять туда элементы Я добавляю единичку Он больше равно среднему Потому что средняя единичка Добавляю десятку true Двойка false Тройка false Четверка true Можете перепроверить Это правда так Да, то есть к этому моменту Там средняя упала Из-за того, что я маленькие элементы добавлял Вот Это абсолютно нормально Это рабочее решение Но на нем я продемонстрирую Как бы новую концепцию для нас Это концепция крутина Кто-нибудь вообще Хоть раз это слово в каких-нибудь других языках Может, встречал Кто-нибудь понимает, о чем речь Прекрасно Смотрите Крутина – это некая функция Или просто даже можно сказать некий код Но обычно это функция Которая работает сама по себе Но с которой я могу Исполнение, которое я могу в любой момент останавливать Передавать туда данные И получать оттуда какие-то данные То есть в некотором смысле это похоже Условно на некоторый тред На некоторую программу Которая там параллельно работает Но на самом деле это просто некий код На В моем треде, который исполняется Это просто вот код Который я, когда хочу, могу запустить А когда он захочет Он остановится Вернет мне значение И замрет в том положении В каком он будет А в чем отличие от генератора? Вот, да, это хороший вопрос В чем отличие от генератора? Да, действительно В питоне Крутина сделана на генераторах Потому что это очень похоже Да То есть действительно Отличие от тех генераторов Которых мы знаем В том, что мы в генераторе Не умеем забрасывать значение Генератор нам только их возвращает Вот Если же мы научимся туда еще бросать значение То мы фактически Почти получим Как бы такую параллельную программу Ну, с той лишь разницей Что она не исполняется Пока мы ей не сказали В смысле Забрасывает даже Когда она там Например, наполовину Да, да, да То есть не создать С какими-то аргументами Это как бы Это генератор Да, а прямо в процессе И вот эта задача Которую мы сейчас с вами решаем Она для Крутины подходит Да, то есть у меня есть Некая Крутина Которая там что-то делает Я в нее бросаю значение И она мне отвечает Больше среднего Я бросаю следующее И она мне отвечает Меньше среднего Бросаю следующее И она мне отвечает Больше среднего И продолжает там работать Вот Возможно, этот пример Для Крутины не лучший Потому что здесь как-то кажется И объектом отлично Но поскольку он достаточно простой Мы на нем все посмотрим Итак, да Как мы и уже с вами договорились Крутины в питоне Реализованы на генераторах Вот И Единственный новый синтакс С которой нам предстоит С вами понять Это Х равно yield То есть раньше мы говорили Просто про yield Который только возвращал значение А теперь мы еще Вот Ну, в смысле Который Генерировал значение Да А теперь мы говорим Про то, что Yield еще что-то возвращает Вот в переменную Которая написана слева Ну, это работает Вот ровно так Как нам нужно В нашем примере Значит, смотрите Что мы делаем Мы говорим Что изначально Result none Сумма 0 Количество элементов 0 И потом в бесконечном цикле Говорим Выплюни результат Получи некоторое x Прибавь его к сумме Прибавь единицу к количеству Посчитай результат И на следующем На следующей итерации Верни этот результат И так до бесконечности Вот Давайте сначала Продемонстрирую Как это работает А потом Я подробнее расскажу Почему он работает Именно так Значит, создали этот min Вот мы создали этот m Этот m Это генератор Вот То есть это все еще С точки зрения бетона Обычный генератор Если я не ошибаюсь Пеп Который ввел этот синтаксис Он прям так и называется Что-то вроде Типа Крутин с via Enhanced Generators Типа Через улучшенные генераторы Мы получим Крутинную бесплатно Вот Значит, как и любой генератор В момент его создания Его исполнение Находится вот здесь В самом начале Перед первой инструкцией Пока мы ему не скажем next Он ничего не делает Вот здесь Ну, то есть Вот перед первым результатом Давайте скажем ему next Сказали В этот момент Он исполнил Result none S0 N0 Зашел в цикл И дошел До первого Выражения Yield И это значение Которое там было Вернул У нас здесь ничего В Юпитере не вернулось Потому что Резult это none Когда none Юпитер не пишет Ничего Это как бы Его фича На самом деле Ну, как бы Тут вернулся none Честно Вот И теперь Генератор Вот в этом состоянии Замер Что забавно Вот эта правая сторона Уже исполнилась То есть Yield уже исполнился А левая X равно Еще нет В этот момент Генератор остановился И ждет Когда же Мы ему Пришлем значение То есть Вот это выражение X равно Yield Следует читать Справа налево Генератор сначала Выплевывает значение А потом ждет Следующего Чтобы послать В него значение Можно воспользоваться Методом Send Сейчас я скажу M.send1 Вот этот X станет равен Единице И генератор Продолжит свое Исполнение До тех пор Пока не дойдет До следующего Выражения Yield Результат Результат которого Мне и вернется Я еще раз Next исполнил Простите Это было неправильно Вот Вот send Мы хотим Да True Да Мы получили True Ну понятно Почему Вот И мы теперь Снова Вот здесь То есть Понимаете Тут Ну как бы К этому нужно Слегка привыкнуть Но когда вы Говорите send Вы имеете дело С двумя Вот этими выражениями Вы в одно Из них посылаете А читаете Уже из следующего Но здесь Следующее Это оно же Только на следующей Итерации цикла Ага Давай Вопрос Она записалась в X Там теперь внутри S равно 1 N равно 1 Результат Это Типа 1 больше Оно 1 То есть True Нам этот результат Вернулся Вот он True И сейчас Мы хотим Считать Следующее X Мы теперь Туда Отправляем Десятку Что получим True Да Там теперь Внутри Ну то есть И мы снова Замерли Вот в этом положении Мы ждем Генератор Ждет следующее X Да да То есть Вот это выражение Оно делает Две вещи Оно Справа налево Возвращает Замирает Принимает То есть Вот сначала Вернется Result Потом Замрет Потом Когда мы скажем Send Примет X То есть Справа налево Вот так Ну и соответственно Послали двойку Это false Тройку False Четверку True Все точно так же Как было в нашем примере Сверху Все прекрасно работает Это крутина Вот это крутина Собственно Да Эта крутина бесконечная Ее По-моему никак прервать нельзя Вот Поэтому давайте добавим туда Немножку кода Скажем Что если X Это нам То надо Брейкнуться Ну и поехали Создали Сделали Next Вот смотрите Да Значит Первый раз Всегда надо говорить Next Почему Не send А next Почему Потому что В самом начале Генератор Вот в этом состоянии Находится Ему принимать Некуда Вот То есть Генератору Запустить Нужно типа Запустить Вот этим Next Крутину Простите Надо запустить То есть С генератором Все Немного проще Да Мы первый раз Возвращаем None Обратите внимание Вот в том примере Выше Где был объект Мы Как бы Там Вот здесь Там первый раз Сразу возвращалось Что-то полезное Потому что Первый раз Сразу элемент Забрасывался А здесь Мы как бы Должны сказать Ему next И он нам Ничего пока Сказать полезного Не может Это не для всех Крутин Так Некоторые Крутины Сразу начинают Что-то возвращать Полезное Значит Создали Сказали next Теперь Делаем send Единички Send Двойки И если Вот я скажу None То мы получим Правильно Stop iteration Когда генератор Заканчивается Он Независимо от того Крутина Или не крутина Он накидает Stop iteration Как и обычно Соответственно Если вы общаетесь С таким генератором В цикле Вы можете Ловить этот Stop iteration И понимать Что он завершился Все хорошо Значит Значит И в генераторе Мы можем Тоже Какие-то Сенты Использовать Ну Как бы Если там Не написано X равно Резал Что-то там Что будет Если туда Сделать send Наверное Он упадет С ошибкой Ну давай попробуем Мне правда Интересно стало Да-да Короче А нет Он говорит Что Да-да-да То есть Давайте Вот отсотрем Все Сейчас Так Это тоже Неправда Все А нормально Можно говорить Короче send Это похоже Ну он Но он Он просто Бросит в никуда Да То есть Нет-нет Резалт Это то Что нам Возвращают А почему он True Что Не-не-не Не вернул Я исполнил msend1 Не вернул он True Да-да-да Ничего он не возвращает Каждый раз Возвращает Вот этот нам Да Ничего Не происходит То есть Да Короче Ты спросил Твой вопрос Звучал Значит И в генераторы Можно send Делать Это как бы Тоже генератор То есть Он Идеологически Как бы Если хочешь Семантически Это крутина А технически Это все еще Тот самый генератор Которому мы привыкли Только еще Оказалось Что в него Значение Можно кидать Я об этом Дальше упоминать Не буду Но если что Внутрь генератора Можно еще кидать И Исключения Так тоже Можно делать Вот Я потом Может быть Покажу Зачем это надо Если у нас Останется время Но боюсь Что нет Вот Я покажу вам Пример Который Честно Утащен Мною Собственно Мною Написанного Кода Смотрите Задача Такая У меня есть Вот Библиотека Requests Ну вы все Про нее знаете Которая позволяет Запросы Слать У меня Такая проблема Я говорю Get Какому-то Урлу Там лежит Какой-то 200 мегабайт Файл И он мне Честно пишет В заголовке Типа Content Langs Есть такой Заголовок Там 200 мегабайт Я начинаю читать Читаю 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 В какой-то момент Оп Закончилось Ну я думаю Ну все хорошо Сохранил файл Все замечательно Потом оказывается Что на самом деле На той стороне Соединение Оборвалось Причем молча И как бы я об этом Никак не узнал Мне сказали 200 ок Сказали все хорошо А файл не доехал Поэтому что я делаю Я говорю Если я скачал Не столько Сколько было написано В Content Langs То я попробую Запросить этот файл снова Причем пошлю заголовок Чтобы мне его отдавали С того смещения Докуда я дочитал То есть есть заголовок Такой Он называется Range Это поддержка Докачки фактически Вот Если вы Достаточно давно Пользуетесь интернетом То вы можете помнить Что раньше Старый интернет-эксплорер По-моему Не поддерживал докачку И у всех были Свои клиентики Такие отдельные Для скачивания файлов Потому что они докачку Поддерживали Потому что если вы Качаете 3 часа файл И он оборвался Это огни Вот Это вот так вот было сделано Я подозреваю Хотя может быть и нет Ну так вот Соответственно Я пробую докачать 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 файл Но буду пробовать Не более 10 раз Потому что Может так оказаться Что Ну вдруг мне заголовок Неправильный шлют И тогда Как бы докачивая Не докачивая Это как-то бесполезно Ну 10 раз должно хватить Вот так вот Учитывая что В нормальной ситуации Вообще ничего Обрываться Не должно Вот И я делаю Вот такой вот Restoring get class Который С единственным методом Геогенератор Который И возвращает мне Этот генератор Который на самом деле Как мы уже теперь знаем Корутина Может быть следовало Это вообще get Корутина назвать Вот Что делает эта Корутина Она В бесконечном цикле Но правда Пока не достигнет Вот этой Max Restores То есть на самом деле В 10 раз Делает следующее Она получает С помощью Request get Response Говорит Что этот response Должен быть 200 Вот этот race for status Это означает Кинь исключение Если что-то пошло не так Если не 200 плюс Ошибка Вот И после чего Она этот response Возвращает тому Кто Запустил эту Крутину Там с этим response Что-то делают И присылают нам Обратно Длину Почему мы сами Не можем посчитать Длину response Вот прямо здесь Кто-нибудь может сказать? Но это на самом деле Response Это на самом деле pipe Если я начну Из него читать То мне этот результат Надо куда-то сохранять Например В памяти А там response Реально может быть Там полгигабайта Я не хочу полгигабайта В память На вызывающей стороне Этот response Сразу в файл пишут Прямо на диск Сразу сбрасывают И считают Сколько было Они получили от меня Этот response 100 мегабайт На диск сбросили И говорят мне В карутину Здесь было 100 мегабайт Вот сюда В real length Ну и дальше В коде написано Что прочитай заголовок ContentLength И если ContentLength С учетом Offset Который мы уже качали Наконец достиг Там Вернее Длина Наконец достигла Того Что написано В заголовке То break А иначе Напиши в лог Что кажется Что что-то пошло Не так Сохрани Offset Выстави заголовок На смещение Следующего Запроса И запусти Следующую Итерацию цикла В следующей Итерации цикла Я получу Следующий Респонс Уже следующего Куска Снова отправлю Его на вызывающую Сторону Там снова С ней что-то С этим респонсом Сделают Пришлют мне длину И так до тех пор Пока либо Мы не наберем MaxRestores Либо до тех пор Пока мы Не скачаем Достаточно Чтобы вот здесь Вот breaks Работал Вот Вот такая вот Крутина На вызывающей стороне Это выглядит так Я говорю Restoring Get Get Генератор Помести в ген Запусти Этот Ген Простите Здесь не то Запусти его И получи Респонс Видите Здесь он в первый раз Сразу получает Респонс Сразу что-то полезное И дальше я говорю В бесконечном цикле Что Значит Пока в респонсе Что-то полезное А мне там в итоге Вернут А там Почему Вайл Респонс Он наверное Всегда True Ну не важно Значит В некотором цикле Я говорю Сохраняй Куда-то там Этот респонс Это какая-то Абстрактная функция И значит Она возвращает Файл И Шли в Этот Генератор Размер этого файла Вот И получай Новый респонс А если тебе Прислали Стоп Итерейшн Значит Крутина Закончилась Значит Все в порядке Запиши В респонс А вот Запиши В респонс И цикл Закончится Вот То есть Я общаюсь В цикле С Этим Генератором С этой Крутиной До тех пор Пока она Стоп Итерейшн Потому что Вы спрашиваете Оборвалась ли линия Уже Шлется туда Реквест И он там Вам Респонс Отвечает Да Я Туда шлю Длину То есть Как бы Я говорю Крутина Скачай мне файл Она говорит Вот Я говорю Там было 100 мегабайт И она мне Должна ответить Либо Вот тогда Следующий кусок На что я Должна ответить Снова Этот кусок Был 50 мегабайт Либо она Говорит Все Типа Скачано Стоп Итерейшн Это в данном случае Скачано Опять же Это Как бы Вообще В принципе Надо понимать Что любую Крутину Можно написать В виде объекта Соответствующими методами То есть Вот эта вот Тема Что мы Запоминаем Где мы Внутри кода Но всегда Можно код на методы Разбить Запомнить Какие Стоит В котором Мы Находимся То есть Какие методы Условно Выполнялись Какие Не Выполнялись То есть Всегда Симулировать Можно Крутина В этом смысле Не делает Ничего Невозможного Ничего Того Что раньше Было Невозможно Все Можно Симулировать Но Вот Иногда Ей Но Она Может быть Симпатичной Вот Теперь Давайте Вернемся Вообще На шаг Назад И Снова К нашему Брейсчейну Да Вот Я Обещал Что мы Увидим Что YieldFrom Умеет Что-то Чего Мы До этого Не Ожидали Да Это Просто Какая-то Функция Которая Пишет Файл И Файл Возвращает То есть Это Абстрактный Пример Он Не Компилируется Ничего Такого Это Это Не сервер Клиент Это Как Это Один Это Просто Код Обычный Это Просто Генератор Как бы Это Просто Функция С Таким Очень Необычным Интерфейсом То есть Вот Это Крутина Это Вот Ты можешь Объект Создать С объектом Взаимодействовать А можешь Создать Крутину И с ней Взаимодействовать Но Крутина Не Исполняется Ни в Другом Треде Ни на Другой Машине Ни в Коем Случа Это Как Ты Просто Метод Позвал Где он Исполняется Да нигде Прямо Здесь Просто Если Внутри Функции Есть Yield Она Может Тебе Вернуть Управление Раньше Времени Раньше Чем Закончилось А потом Ты можешь Искать Продолжить В этом Как бы Весь Смысл Крутины Вот Значит А ну Да Вот Вернемся Короче К нашему Примеру С Брейс Чейном Да Вот Самой Первой Его Реализации Где Был Просто Наш Мин Вот Вот Этот Наш Наш Крутин Как вы думаете Что будет Сейчас В листе Нечестно Короче Да Там Будет Как и полагается Фигурная скобка 0 1 4 Это элементы Которые нам Г2 Выдает Да Фигурная скобка Закрывается А дальше Будет Фигурная скобка Снова Открывается А дальше Из нашего Мина Вот Эта Штука Вот Этот For Он же Из него Просто Next 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 Дергает В него Сент Никакой Не посылает Понимаете Вот Ну Он дернул Раз Next Ему None Вернулся Вот Этот Самый Первый Второй Раз Дернул Next Там Stop Iteration Ну Ну Все Тогда Закрывающаяся Скобка Вот То есть Вы Помните Что For Он Однозначная Для того Чтобы Работать С Крутинами Которые Сент Умеет Принимать Потому Что Если Мы В этот Brace Chain Попробуем Сейчас Сент Сделать Ничего Не Произойдет Здесь Этого Кода Не Написано Чтобы Это Поддержать Нам Здесь Нужно Вместо Yield X Написать X А равно Yield X Как-то Это Все Обработать А Еще Помните Ловить Stop Iteration Самостоятельно А Поддержку Для Этого Brace Chain Чтобы Он Умел Все Внутрь Посылать И Все Из него Принимать То Вы Поймете Что Там Кода Будет На Два Экрана Без Преувеличения Я Как бы Видел Псевдокод Который Делает То же Самое Это Кошмар Какой-то Так Вот Yield From Как Вы Наверное Уже Догадались Он Все Поддерживает Из Коробки То Как только Вы Сказали Yield From Генератор Который Ген И Вызывающая Сторона Они Напрямую Соединились И Поддерживают Не только Вот Эту Убогую Форму Типа Посылки Значения Из Генератора К Вызывающей Стороне Но и Посылку Сообщения Обратно С помощью Сэнда И Продрасывание И Вообще Что Угодно Короче Как только Вы Сказали Yield From Вы Полностью Абсолютно Передали Управление Во внутренний Генератор Как будто Это он Сейчас Исполняется То есть Через Ваш генератор Вообще Ничего Не проходит Вы не можете Никак Даже Повлиять На эти Значения Которые Мимо У вас Пролетают Так что Да Давайте Попробуем Вот этот Brace Chain И Вот здесь Сразу Пример Смотрите Я Ну здесь Лист Не прокатит Потому что Лист Он только Next Next Сделает Здесь нужен Send Я говорю Next Я получаю Скобку Еще Next Я получаю Скобку Еще Next Я получаю Первый None А дальше Я могу Делать Send Send Мне вернул True True Ну и В конце Я сказал Send None Что на самом деле То же самое Что просто Next И он Завершился И Закрыл Скобку Так вот Min В Min Есть X равно Yield Вот Min В нем Есть X равно Yield Ага А наш Yield From Вот этот Вот Он соединил Их напрямую Все То есть Как бы Как только Ты сказал Yield From Тебе вообще Ни о чем Заботиться Не надо И Более того Вот Если ты Отсюда Хочешь Что-то Вот так Прочесть То Это Не то же Самое Что Вот так О чем Мы сейчас Прямо И поговорим У нас Действительно Есть Синтаксис Что-то Равно Yield А про Синтаксис Что-то Равно Yield From Мы еще Не говорили Как бы Кажется Что такого Вообще Быть Не должно И Ну И Как бы И правильно Кажется Да 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 Вот Но Сейчас Мы узнаем Зачем Вот Смотрите В коде Генератора С некоторых пор Если я не ошибаюсь Типа С питона 3.3 Что-ли Можно писать Return Раньше Раньше Это было Во втором питоне Так точно С синтаксической Ошибкой Если вы внутри Конструкции Dev Пишите Return Или ничего Не пишете Это функция Если вы пишете Yield Это генератор В новых реалиях Можно писать Yield И return Одновременно Это будет Генератор Но С return Вот Тем Кто еще Не запустил То же самое У себя На компьютере Предлагаю Угадать Что делает Return В генераторе Ну во первых Давайте Я создам Вот его И вот сейчас Я скажу ему Next Send Send Он закончится То есть он дойдет До return Вообще Что происходит Когда генератор Заканчивается Да А если он Закончится Return То во первых Я подскажу Тоже будет Stop iteration С одним лишь Отличием Да Это Это значение Будет Внутри Exceptional Stop iteration Это ошибка Ну это не ошибка Stop iteration Это вообще Ну как бы Это никогда не ошибка Это Исключение Которое Вот такое Техническое То есть Внутри каждого Фора Спрятан Stop iteration Только так Фор узнает Что пора Перестать Итерироваться Вот То есть да Вы когда Короче Завершаетесь Вы можете Вернуть Значение Так вот Это Ну это может быть Полезно очевидно И просто Для ручной Вработки Да Вы можете Вот даже в том Примере Где мы Вот который я вам Показывал Вот здесь вот Я ловлю Stop iteration Я бы казалось бы Мог из него Что-нибудь Считать Последний раз Вот Но в данном случае Да Вот этот Мин Он возвращает Среднее Я пропустил Этот момент Да Он возвращает То среднее Которое в итоге В нем накопилось Это как раз Полтора Вот Но Как я только что Сказал В каждом Форе Спрятан Stop iteration От вас Вы его не видите Но он там Работает Также И stop iteration С параметром Который через Вот такой Ретерн Получается Спрятан Внутри выражения Result Что-то равно Yield from Когда вы говорите Что-то равно Yield from Генератор Yield from Очевидно Будет работать До тех пор Пока вот у этого Генератора Stop iteration Будет не вызван Ну понятно Да Он его весь Должен выгрызти Так вот Результат Этого Stop iteration То что там Внутри В return Сказали Будет вот здесь Записан Вот Непонятно Да Давайте Чуть подробнее Про этот пример Смотрите Значит Я говорю Мой Брейсчейн Который раньше Просто выводил Все элементы Теперь Будет сам Return То есть В свой Stop iteration Записывать Массив С результатами Всех Вложенных В него Генераторов То есть Сначала Ну а дальше Весь остальной Код такой же Yielding before Yielding все Из генератора Запоминаем В result Что там было Такое И Appendим Это в results Потом Yielding after И в конце Results Возвращаем Вот И опять Ну значит Тот же самый Пример Да Я беру Min Создаю Брейсчейн Из g2 И моего Mina Все это Запускаю Получая В конце Ну Соответственно Получаю Вернее Все эти Элементы И теперь Если я скажу Брейсчейну Next Он должен Кинуть Stop iteration Да В этом Stop iteration В качестве Значения Будет Вот этот Results Что будет Внутри Этого Results Во-первых Сколько там Будет Элементов То есть Results Только вот здесь Модифицируется Сколько там Будет Элементов Почему 3 Потому что Send Delete Нет Смотрите Этот цикл Он идет По генераторам Генераторов Сколько было Первый раз Два Да Вот Раз Два Нам первый раз Вернет Наверное Потому что Мы Next B Делаем То есть Оно Нет Смотрите Этот цикл Проект Два раза Мы Два раза Сделали Yield From Из генератора Первый раз Из генератора Который получился Из g2 Второй раз Из нашего Мина g2 Что в return Написано Да Ничего Поэтому Там None То есть Когда мы Yield From Первого генератора Делаем В Results Будет None И мы В Results Добавим None Логично А у второго Вот этого генератора Что в return Написано Да Я знаю То есть Полтора Там Если я не ошибаюсь Здесь Один и два Полтора То есть Вот здесь Полтора Мы Эти полтора Добавили в Results И добавили Итого в Results Два элемента И по всей видимости Это None И полтора Давайте проверим И это Stop Iteration Да Мы угадали Внутри None И полтора Можете еще раз Да Могу Да Это Как бы Важный момент Как ты Нет 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 Смотри Хорошо Вопрос Значит Смотри Первый раз Я делаю Next Я Верни так Я создал B Bracechain Я нахожусь По потоку Уполнений Вот здесь В самом начале Я делаю Первый Next Я попадаю Вот в этот Yield Я Yield Before Я делаю Второе Next Начиная Вот с этого Next Я начинаю Общаться Я попадаю В Yield From И начинаю Общаться Со внутренним Генератором Вот Вот с этим Пардон Вот с этим Вот Здесь сложно Сказать Здесь нет Кода Поэтому Поверим На слово Что Значит Первый раз Когда я говорю Next Там где-то Внутри Yield Мне говорит 0 Потом я делаю Следующий Next Там где-то Внутри Выполняется Yield 1 Следующий раз Говорю Next Выполняется Yield 4 Прекрасно Следующий раз Я говорю Next Тот Внутренний Генератор Который B G Который G2 Он кидает Stop Eteration Вот этот Yield From Его Ловит Значение Этого Stop Eteration None Кладет Сюда И Продолжает Исполняться Продолжает Продолжает Доходит До Yield Автора Я получаю Закрывающуюся Фигурную Скобку Исполнение Замирает Здесь Дальше Я говорю Next Я попадаю Вот сюда Получаю Открывающуюся Фигурную Скобку Далее Я говорю Next Я снова Попадаю Внутри Yield From И дальше Начинаю Общаться С внутренним Генератором Я попадаю Вот сюда Yield Result Я получаю Единицу А Правда Я первый раз Получаю None И они ждут X Они ждут X Я его посылаю Я говорю Send1 Сюда попадает Единичка Мы проходим Полную Итерацию Нам возвращается True Вот оно True Потом я говорю 2 по той же схеме Получаю True Я с вашего позволения Не буду еще раз Показывать И последний раз Я кидаю None Я попадаю Вот здесь То есть None попадает Вот в этот X Срабатывает Этот If Срабатывает Break Я выхожу Из цикла While Попадаю В Return Return Возвращает Полтора Этот генератор Кидает Stop Iteration С параметром Полтора Вот этот Yield From Его ловит Записывает Полтора В результат Вот как работает Send Он шлет туда Как только вы встретили Yield From Все Дальше Как бы Можно считать Что код Inline Внутреннего Генератора Прямо сюда Все Вы Внешне Уже никакого К этому отношения Не имеют К этому процессу Вот Собственно Таким образом Мы узнали Про Три Новые Синтаксические Конструкции Для вас Ну не говоря О том Что можно Декоратору Говорить .send Это все-таки Не синтаксическое Можно говорить A равно Yield Можно говорить Yield From И можно говорить A равно Yield From Причем A равно Yield И A равно Yield From Это разные вещи А равно Yield Принимает Send А A равно Yield From Ловит Return Можно Ловить Stop Eteration И записывать Его значение Все это Эмулируется Все это Поведение Можно эмулировать С той лишь Разницей Что У тебя будут Проблемы С производительностью Это Действительно Все Можно эмулировать И потом Я покажу Мы еще одну Синтактическую Конструкцию Сегодня узнаем Которую Тоже Можно было бы Наверное Эмулировать Почти целиком Или даже целиком Но Автор интерпретатора Они себе этим Развязывают руки Они говорят Вот тебе Yield From И как бы У них-то он Внутри Не так реализован Как бы Он не на питоне Он может быть Написан как угодно Реализован как угодно Работает сколько угодно Хорошо Быстро И все такое То есть A равно Yield From Он не ловит Yield Он только Return Да То есть Yield From Вообще Работает До тех пор Пока не будет Stop Eteration А если Этот stop Eteration Содержал значение Оно будет записано В A равно Ну в A Да Вот это Абстрактное Которое мы говорим Все Значит Это та часть Которую я рассказывал Ну которую я обещал Что мы узнаем Новый синтаксис Мы его узнали Теперь мы Теперь мы Зайдем Абсолютно С другой стороны Забыли вообще Про синтаксис И постепенно К нему вернемся Значит Задача такая Абсолютно Никакого отношения К этому Не имеющая Мне Я хочу запустить Еще один процесс Параллельно Со своим Прямо В операционной системе Новый создать Да Чтобы он там Что-то делал А я от него Только вот и вывод Читал Ну и смотрел Что там с ним происходит Такое часто Бывает нужно Ну предположим Самый простой Пример Вы пишете на питоне А у Вас есть некая Утилита Командной строки Которая умеет Делать все то Что вам нужно делать А библиотеки нет Такое реально бывает Вот Если для вас Производительность Там не крылоугольный камень Потому что Вызов бинарника Может немножечко Притормаживать Там по разным причинам То абсолютно нормально Просто дернуть Консольную утилиту Собрать из нее вывод И все хорошо Там есть ряд сложностей Что вывод надо парсить Потому что Ну а он может быть Там человекочитаемым И совершенно неформальным Но в целом Как бы Очень часто Это может вам пригодиться Вот Я Предостерегаю вас От использования Утилит типа РМ Все-таки файл Вы можете и сами удалить Да То есть это глупо Вот Но если у вас есть Какая-нибудь Там Утилита Особенно Вы где-нибудь работаете Да И вам говорят У нас Короче есть Самописная Утилита на C Которая вот это вот делает И как бы Какие у вас варианты Ну вы можете взять исходники Собрать из нее библиотеку Сделать ее там Подключаемый в питон И вот это все А можете просто дернуть утилиту Особенно если у нее вывода нет Она просто говорит Типа Экзит кодом Говорит успех или не успех То дернуть ее Это хорошая идея Ну да Ну в смысле Не-не В смысле Файл можно удалить Из питона Сказать там Типа Как он там OS Unlink Или Ну я не помню OSRM наверное Вот А? Ну я не помню Да наверное Какой-нибудь OS Что-нибудь Эти штуки Они во всех языках По-своему называются Постоянно забываются Там вот Перли Unlink называется Точно помню Вот Но неважно То есть в крайнем случае В питоне даже есть Модуль называется SHUtil Который умеет Глобы разрешать Вот эти со звездочками Там типа Удалять деревья в файлах По-моему Это там же функция Если я не ошибаюсь Ну короче Такие простые операции Нативно делать Ну и проще И понятнее И вообще И быстрее Скорее всего Потому что не надо Процесс порождать Вот Но если речь про какую-то Ну крупную Утилиту То как бы Ой То есть Ну я не знаю Например Там Если у вас Какая-нибудь Мониторилка То возможно Дернуть топ Это нормальная идея Потому что Вот так сходу Вспомнить Где там Библиотека Которая делает Что-то топоподобное Я не знаю Ну хотя Такая-то как раз Наверное Есть Ну вот Значит В питоне Для ображдения Процессов Есть прекрасный Модуль Саппроцесс У него есть Очень Такой Верхнеургий Интерфейс Вы просто говорите Саппроцесс Ран Говорите Что запустить Значит Соответственно Имя программы И через запятую Параметры Он ее запустит Вот И Прекрасным образом Там вернет вам Управление Когда все отработает Вот значит Я моим питоном Запускаю другой питон Говорю ему питон минус c Открой файлик Давайте Сюда какие-нибудь Другие цвета напишем Не знаю Что-нибудь Чего у меня точно Не создано Ну 99 Файла наверное нет Значит А ну можно это проверить Кстати Да Такого файла нет Значит Я говорю этому Другому питону Открой файл TMP99 на запись Тут же закрой То есть создай его Да Вот Ну и в этот момент Наверное он там создался Да Вот видите Файл есть В нем ничего нет Понятное дело Он абсолютно пустой Вот Но он создался Нам вернулся Вот Такой вот Пэс С помощью которого Мы можем там Что-то узнать Про него В частности Например Что он писал И что он Что он выводил В stdout И что он выводил В stdError Но Поскольку я здесь В параметрах не указал Что я это хочу Эти данные Для меня не собирались Чтобы собирать stdout Или чтобы собирать stdError Надо соответственно Сказать stdout Равно И указать вот такую Волшебную константу Subprocess pipe То есть сказать Что я хочу pipe В stdout Хочу pipe в stdError Это и есть этот pipe А это и есть этот pipe Некий То есть из которого Ну да 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 Ну конечно да Там физически он и есть Вот Значит В этом примере Я запускаю Некоторый перл В этом перле Я вывожу stdout Out А в stdError Error Ну там соответственно Есть функции Say Ворн Ну это здесь Не важно Просто удобненько Значит я запускаю Этот перл Он мне в stdout Должен написать Вот эти Это слово В stdError Вот то И действительно В pstdOut И в pstdError Лежит то Что я и ожидал То есть весь вывод Который там Этот перл произвел Он мне в эти переменные Будет записан Ну это В принципе решает Нашу проблему Если только Мы не хотим читать Поточно Да Эта штука Она соберет нам Весь вывод Разом Если вы дергаете Какую-то утилиту Короткую Типа там Вот топ То вам это подойдет Если вы Вот как Как бы У меня какая задача Была последняя Если вы запускаете Там Джобу на ходу Кластере Которая работает 45 минут Вы не хотите 45 минут сидеть И просто ждать Пока она доработает А потом получить Мегабайт логов Вы хотите все-таки Получать от нее Построчно эти логи И писать их себе в лог Чтобы хоть что-то Понимать что происходит Иначе это будет Ну просто жесть какая-то Вот Поэтому Хочется читать Построчно Чтобы читать Построчно Нам понадобится Чуть более Низкоуровневая Апи Из этого же Модуля Сапрот Там есть Класс Который называется Popen Или функция Не, наверное Класс все-таки Вот У него абсолютно Такие же параметры Как у Рана Но он возвращает Идентификатор Не Хотя вот Я кстати даже не знаю Сейчас давайте проверим Тут кое-что Здесь вот Этот P Это что Вот по-моему Run дожидается Когда он завершится А Popen Не дожидается А Возвращает Сразу Ой Простите Ипорт забыл Исполнить Вот Могу ошибаться Но Как бы Совершенно точно Popen Возвращает управление До того Как что-то доработало Возможно Сопрос из run Тоже так делает И ждет Только если вы попросите С туда Вот Не уверен Вот Если вы хотите добиться От Саппроцесса Вот от этого P От этого Popen Короче Того же поведения Что и от run Чтобы он вам вернул Уже собранный Stdout и StdError Есть метод Communicate Метод Метод Коммуникей Дождется Конца И вернет Вам весь Stdout И весь StdError Это как бы То же самое Но он нас не устраивал Если бы он нас устраивал Мы бы рано Воспользовались Вот Теперь вопрос Надо прочесть Stdout и StdError Как это делать Как это делать Давайте Отлесну Чтобы никто не видел Какие вообще Есть предложения Ну в смысле Откуда Из Popen Да-да Ну вот есть Popen Даст нам Два Хендлера Вот так Вот эти вот PstDout и StdError Это будет Два файл-хендлера Из которых Можно читать Вопрос Как читать То есть Какое поведение Откуда читать Из аута Или из эррора Сначала Из эррора Ну если там Ошибки Если вообще Повод Дальше читать Ну кажется Что хотелось Быть Ну то есть Если я начну Читать из эррора Все в ауте Полезно Ну да-да То есть Ну хочется Читать как-то Одновременно Да Или одновременно Словарь говорит Что вроде Так и так Можно Ну как бы У меня вот Такой подход Здесь есть Значит Я говорю Давайте в бесконечном Цикле Читать одну строчку Из аута Одну строчку Из эррора Если прочли Из аута Выведи ее Если прочли Из эррора Выведи ее Если ничего И там и там По нулям То значит Как бы все Вот Значит По нулям Здесь Вот это вот Аут Который По-моему Это пустая строка Будет Или Нан Я точно не помню Короче Фалсовый аут Означает Что там Действительно Все кончилось Потому что Если там Ничего Еще не Кончилось А еще Что-то Может быть То нас Здесь Просто Залочит То есть Мы вот здесь Будем ждать Пока Хоть Одна строчка Не получится И здесь Будем ждать Хотя Хоть Одна строчка Не получится Вот Если там Еще Что-то Есть Если Пайп Закрылся Нам Будут Все время Фалс Возвращать Вот Этот Ну вот Этот подход На самом деле Работает Можно Попробовать Вот смотрите Я запускаю Наш Open Снова Запускаю Вот Все Это Действительно Работает Этот код С ним Как бы Нет никаких Проблем Ну на самом деле Есть Но В нашей конфигурации Он работает Так вот Чем Подстава Почему Это Не решение Дело В следующем Представьте себе Ситуацию Что вот этот вот Варн Который у нас Вот здесь Вот есть Он будет Во-первых До Сея А во-вторых Будет выводить Не одну строчку А миллион Вот этот Оператор Х В перле Это значит Повтори Миллион Раз Строку То есть Сначала Не Не очень Вот Смотрите Как вообще Эта конструкция Работала Которая Здесь уже Есть Когда Перл Запускается И говорит Сей Аут Куда Этот Аут Помещается Вообще Куда Куда Выводит Перл А вот Стандартный поток Нет Не на консоли Потому что У него нет консоли У него питон Вместо консоли Питон запустил Перл Перл пишет Да Стандартный Вывод А данные Куда Физически Размещаются Да Они Размещаются В память В буфер До тех пор Пока питон Не придет И не прочитает То есть На самом деле Перл запускается Пишет В один буфер Пишет В другой буфер И на этом Он закончил Потом Питон Спокойно Из этих буферов Забирает Так вот В этой ситуации Перл Начнет писать В буфер Стандартного Потока Ошибок Вот эти Многие Мегабайты Данных А питон В это время Будет сидеть И ждать Пока кто-нибудь Что-нибудь Запишет Ваут И все И больше Ничего не произойдет Потому что Мегабайты Данных В буфер У Перла Не влезут Перл Тоже Остановится И будет ждать Пока кто-нибудь Прочтет из буфера Да Этот не может Прочитать Потому что В стадоуте Ничего нет А этот не может Приступить К записи В стадоут Потому что Он все еще Пишет В стадоэр Потому что Буфер Кончился Он ждет Пока кто-нибудь Прочтет Что-нибудь Из него Эта ситуация Называется Deadlock То есть Процесса ждет Процесса 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 Все Это неразрешимая ситуация Их никогда не отпустят Смотрите Значит Вот я создал Этот Open И вот я запустил Этот вайл Вот эта звездочка В Юпитере Если что Означает Что Оно исполняется Оно не исполнится Никогда Можно не ждать Если я нажму Сейчас стоп Мы увидим Что Он висел Вот Keyboard Interruption Пришелся Ровно Вот на эту строчку Вот Это Крайне опасная И известная Тема И Это достаточно Забавно Что такая простая Задача Как просто Запустить Параллельный Процесс И читать Из него Данные в два потока Она вот Просто Не решается То есть нельзя Никаким образом Даже вот Если по одной строчке Даже если по одному Байтику Вы ее не решите Вы можете Решить ее просто Если у вас есть Если это ваша программа Вы можете Как бы О некоторых договоренностях Условиться Что например Оно Там Всегда гарантированно Пишет Там Да нет Какие там Там в любом случае Как бы что-нибудь взорвется Он решит вам Стактрейс В STDR Написать И все будет плохо Самое дешевое решение Которое я здесь знаю Немножко хаком Это можно Запустить Баш Который запустит Команду Запустит Перл И сказать Перенаправь Вывод ошибок В STD Знаете Там Птичка Амперсант 1 Да Ну да Тогда баш Все сольет воедино И вы сможете читать Из одного потока Но вы потом обратно Это не разделите Вот Ну и есть еще Второй хак Конечно Можно сказать башу Ты приписывай короче букву Е Если это было ошибки И букву О Если output А я потом эту букву обрежу И разделю обратно Ну вот Вот так вот можно сделать Но на самом деле Надо просто сделать так Как баш делает внутри себя Когда читает из двух потоков А как он делает Мы сейчас обсудим Вот У кого у тебя вообще есть идеи Как эту задачу решать Если она вот так и решается Да Да Надо Короче смотрите Ясно Что Что читать из этих двух файлхендлеров Надо одновременно Не по очереди А как бы Вот как-то Одновременно На этот счет Есть несколько способов Первый Самый наивный Первый приходящий в голову И в общем Самый понятный И нельзя сказать Что плохой Это треды Я могу просто создать Два треда Два потока исполнения Да Каждый У каждого из которых Будет как бы Условно говоря В распоряжении Там свое ядро Не знаю Как хотите Об этом мыслите Вот И каждый из них Может читать свой файл Одновременно Это нормально У вас на компьютере Много программ работает Они одновременно делают Много разных вещей Вот Как там сейчас Как с этим Операционная система Работает Мы сейчас чуть попозже поговорим Но это нормально Короче Вот я создаю Open Так Вот здесь Тред с номером Не-не Это неправда Это какого-то Предыдущего примера У меня осталось Я хотел по-другому сделать А потом сделал так Короче говоря Я создаю тот же самый процесс Создаю два треда Говорю Обоим Вы будете исполнять Функцию log Только ты будешь Ее исполнять С параметрами Pastedout А ты с параметром Pastederror Что это за параметры Это что читать И что приписывать Вот И соответственно Каждый из этих тредов Говорит В бесконечном цикле Считаем line Если считалось Сделаем print Приписав Префикс Нужный Если не считалось Ну значит все Как бы Значит файлхендер закончился Это работает Вот прекрасно Видите Error Error Out Все замечательно Вот Там правда Есть проблема Смотрите Если я скажу сюда Например Припиши пустую строчку Сейчас может мне удастся Вам показать Фокус Ну ладно Может не удастся Ну короче Когда вы Очень популярная история Что когда вы Из двух тредов пишете У вас иногда Вывод смешивается Иногда приходит Не строка перевод Строка перевод А строка строка Перевод перевод Вот То есть с этим Надо быть как-то аккуратным Там лог нужен То есть этот пример Очень наивный В нем иногда Там всякие спецэффекты Возникают Но в целом Это работает Как это работает Реально Смотрите Мы уже говорили На других лекциях Что в питоне Есть Global interpreter log Да Джил Знаменитый И он не позволяет Исполняться Двум питон Конструкциям Одновременно Но когда вы Вызываете readline Управление уходит В операционную систему Вы говорите Ну фактически Тред говорит Я жду Когда в этот файл Будет что-то записан Разбуди меня Когда это произойдет В этот момент Тред засыпает И второй Спокойно работает Вот Поскольку они тут Делят управление По вот этому readline Они прекрасно работают вдвоем Ничего не тормозит Потому что они в основном ждут От перла Вот этих строчек Ну вот Ну вот Каждый из тредов Говорит readline Вот Он Просто просит Операционную систему То есть Операционная система В этот момент Он вообще Фактически Тред Это Ну В этом смысле Тред похож Вот на те Крутины Про которые мы говорили Потому что Когда тред Говорит readline Он Приостанавливается И говорит Только он Не с питон Интерпретатором Разговаривает А с операционной системой И говорит Операционной системе Разбуди меня И она его разбудит И он продолжит Выполняться Когда это будет необходимо Но Вот К разговору о том Что вывод перемешивается Операционная система Тред может приостановить Не только Когда он попросил А еще Когда ему пора пришла Просто Чтобы один тред Не захватил Ну чтобы не было такого Что у вас Что-то запустилось На компьютере И оно целиком Его захватило Да Операционная система Регулярно Все процессы Просто останавливает Потому что ей так угодно И говорит Все Двое время закончилось Пришло время другого Ну из-за этого Собственно у вас тормозит Там если вы очень много Чего запустили Вот Это Ну это вот Ситуация достаточно понятная Соответственно Если у вас Как бы Ну Там Много процессорная Или многоядерная Архитектура Да У вас таких там Тредов Одновременно много Может исполняться Вот Но в целом Обычно программа Может исполняться Сильно больше Чем у вас ядер Именно потому Что В основном Программы ждут Программа Которая не ждет Это число дробилки Это вот Голая математика Таких программ Ну Не то чтобы мало Ну короче В основном Программы не такие Если это Ну то есть Вот Если вы подумаете О программах Которую вы пользуетесь Каждый день Таких программ Реально мало То есть Программа Которая Прямо вот Грузит ядро На 100% Это какой-нибудь Матлаб Да Когда вы Спускаете На подсчет В основном Он ждет В основном Он ждет От вас Действия Матлаб В основном Ничего не делает Пока вы им пользуетесь Да Он ждет Он говорит Ну я Операционной системе Говорит Ну разбуди меня Когда этот там Что-нибудь нажмет Пользователь Вы нажимаете кнопку И будет Он там Две миллисекунды Работает максимум Что-нибудь вам рисует И все И снова засыпает Все программы Так работают И вот Наши тред Работает именно так Вот В принципе Вот так вот Программировать На тредах Было бы удобно Это Особо Не сложно Приятно Единственное Что нужно помнить Во-первых Про гил А во-вторых Про то Что Тред может быть Приостановлен В любой Непонятной ситуации Ну давайте Все-таки Я попробую Ага Ага Ой Кардон Там же А ну собственно Вот мы только что Этот эффект наблюдали Вот видите Вывелись Три дефиса Потом другие Три дефиса Из другого треда А потом Два перевода строки Хотя должно быть Как бы Мы увидим Как должно быть А должно быть Вот так Видите Ну вывод перемешивается Потому что Мы не контролируем Когда там Операционная система Наши треды останавливает Вот Ну это Проблема решаемая Есть Локи Всяческие То есть Треду можно сказать Что Вот Эту функцию Исполняет Только если Другие ее не исполняют Так называемые Критические секции Есть ряд Атомарных операций Опять же В ядре Которые все поддерживаются Ну в общем Ладно Сейчас немножко в сторону Ну конечно На тредах Можно программировать У них Есть там Проблема Небольшая Синхронизации Но Есть Серьезная Проблема С производительностью Если вас Интересуют Числа В районе Миллиона Если вы Хотите Одновременно Читать Миллион Файлов А вы понимаете Каждый раз Когда я говорю Прочитать файл Это еще И про сокеты Верно И в основном Конечно Речь Обычно Не про файл А про сокеты Предположим Вы пишете сервис Который Обслуживает Очень много Клиентов У вас какая-нибудь Онлайн игра И если их Миллион Вы не можете На каждого Создать по треду Потому что Когда операционная Система принимает Решение Что треду Пора остановиться Либо по времени Либо потому что Он вызвал Редлайн Да Ну Либо потому что Он в принципе Какой-то ИО совершает Операционная Система должна Переключить Контекст С одного треда На другой Если вы создадите Миллион тредов То все Процессорное время Если вообще Его хватит Будет уходить Только на то Чтобы между этими Тредами переключаться Это слишком много Миллион Это много Ну то есть Понятно что Это число Оно какой-то От балды Я сейчас называю Да И скорее всего Там Через пять лет Все будут говорить Чего? Миллион? Да Господи Ну хотя сейчас Уже с железом Не так все прекрасно Ну короче говоря Всегда есть некое число Которое вы не можете Обслужить Таким количеством То есть вы не можете Создать столько тредов А процессорного времени При этом вам хватает Потому что все эти треды Они просто ждут Вы наплодили Миллион тредов Чтобы они ждали Ввода от пользователей Вы тратите Огромное количество ресурсов Просто на то Чтобы ими управлять Они ничего не делают Они только говорят Операционной системе Ну я тут читаю Разбуди меня И вот они все Просто встали в очередь И ждут А она только вот Бегает И переключает Этого разбуди Этого разбуди Вот поэтому Есть другой способ Помимо тредов Операционной системе Можно прямо сказать Что вы хотите читать Много хендлеров Ну будь то там Сокет или файлы То есть когда вы делаете Read Вы привыкли Что вы делаете read Одному файл хендлера Но это не обязательно так У операционной системы Есть средства Для того чтобы читать Сразу много файлов Вы просто открываете 10 файлов И говорите Операционная система Хочу читать из них Когда кто-нибудь В кого-нибудь из них Что-нибудь запишут Разбуди меня Это тоже наш вариант То есть я могу сказать Операционке Хочу одновременно Читать stdout И stdr Но этого хотели Такой способ есть Для этого есть Специальные системные вызовы По-моему Ну как бы Самый такой классический Про который все знают Он называется select Поэтому ассоциированный С этим всем делом Python модуль Называется По-моему так и называется Select И более высокоуровневая Реализация его Это selectors Вот Им мы и будем пользоваться Дело в том Что у select Есть свои проблемы И уже после В более новых Операционных системах Поддерживаются Более свежие реализации Этой же идеи С помощью Другого набора Системных вызовов Я не помню как Как это называется В Windows я не помню Как это называется На Linux Если вы этим будете пользоваться Скорее всего Вы будете использовать Системный вызов Который называется E-Pol А у меня вот здесь Вот MacOS Поэтому Здесь это называется Как U Вот То есть Ну это просто Некое API общение с ядром С помощью которого Я заказываю Чтение сразу Многих Файлов-дескрипторов Вот этот вот Default-селектор Это означает Выбери самый Годный На моей Операционной системе Если вы Если у кого-нибудь Linux Если вы это исполните Вы скорее всего Получите E-Pol То есть еще раз Селектор Он управляет Ну вот этот Селектор Это Высокоуровневая Питанящая липа Вот Все что она делает Это Она умеет Посылать правильные Системные вызовы Ядру Вместо Рида Она говорит Селект Ну только не Селект А что-то другое В зависимости от Реализации Мы будем считать Что селект Есть Есть Причем селект Потому что я говорю Много Файловых дескрипторов И говорю Типа Выбери из них Те мне В которых Что-то произошло Какая у него Какой у него интерфейс У этого Селекторса Вот Значит История такая Я создаю Тот же самый Open А дальше Говорю селектору Значит Зарегистрируй мне Stdout И когда там Произойдет чтение Вызови вот эту функцию Зарегистрирую мне StdR Когда в нем Произойдет чтение Вызови вот эту функцию Я регистрирую Событие Реакция Событие Реакция Событие Реакция Зарегистрировал Потом говорю Select Это не обязательно Системный вызов Select Да, понимаете Это высокоуровневая функция Я получаю Множество ивентов Которые произошли Какое множество ивентов У меня могло произойти Либо в Stdout Чтение Либо в StdR Чтение Либо и там и там Если нигде чтения нет То Select заблокируется То есть Он ничего не вернет Он будет ждать Пока что-нибудь Не произойдет Вот Соответственно Мне возвращается ивент Каждый ивент Это пара Собственно Ща-ща-ща Это пара по-моему Вот Что я зарегистрировал И маска действий Которые произошли Маска мне здесь не нужна Потому что у меня только На read подписка Вот А, этот key Даже это не что я зарегистрировал Это вот их там Внутренний объект Который мне предоставляют Где в дате лежит Вот эта часть А в file.opt Лежит вот эта часть Вот так вот То есть я говорю В дате у меня лежит Callback Из file.opt Если прочитать строчку Получится line Если line прочелся То вызови callback С этим line А иначе Отрегистрируй меня Типа больше не следи Код может быть Не очень понятный Но В целом Ну как бы Тоже не очень сложный Что Здесь интересно Что такое callback Все понимают? Вообще Что это за термин такой? Callback Это Как бы Вызови Это то Что должно быть вызвано Когда что-то произойдет Да То есть стандартная тема Вот Если вы писали На джаваскрипте Это совершенно нормально Там нету Слипа Нельзя сказать Подожди Сто секунд Там можно сказать Через сто секунд Запусти вот это Подожди сто секунд А когда произойдет Вызови callback Вообще Этот термин Он вот это означает То есть То что я пишу Здесь третьим аргументом То что здесь называется Дата Это на самом деле Callback То что должно быть вызвано Ну и соответственно Я подписываю Дау Тестерр И когда происходит чтение Я из лайна Соответствующие его вожу Почему Мы ждем пока Можно будет читать Вот Это так звучит Да там есть на самом деле И Типа события Когда можно будет писать Аналогичная ситуация Чтобы не заблокироваться На записи Вот Мы можем вот так вот сделать Что-нибудь в этом примере Еще надо пояснить Да Что еще раз в keydata хранится В keydata хранится Это объект В котором Не В keydata То что я вот сюда Тример аргументов передал Вот То есть я вот Говорил когда произойдет read Пришли мне в качестве keydata Вот это Вот Select это собственно системный вызов Который говорит Заблокируйся пока не произойдет Хотя бы одно из тех событий На которых я подписался Вот это Ну это реально вот живой способ Просто читать Из двух файл хендалеров Одновременно Кстати да давайте Хоть проделаем это О видите работает Все прекрасно Я тут писал Ир и 2 И вот он ир И вот он 2 Они кстати не обязаны В таком порядке приезжать Но это так А вот кстати Вот этот selector key Вот он Который здесь приезжает Вот здесь прямо видно Data это наша лямбда File opt Это наш файл хендлер И там какие-то еще Смотрите Значит Такой подход к программированию Он существует Вот прямо на этих селекторах Так написано много Какого софта Но у него есть проблемы Здесь к сожалению Из этого примера не очень ясно Но я не очень хотел его усложнять Но в нормальной ситуации Когда происходит что-то Типа чтения Начинает исполняться Ваш колбек Вы скорее всего хотите Снова что-нибудь прочитать Или что-нибудь записать А поскольку вы читаете И пишете вот через этот селектор Вы в него снова должны Зарегистрировать что-то И снова назначить колбек И ваш код выглядит как Типа Сделай то А когда то Колбек А в нем снова А когда то То колбек А когда то То колбек И они вот так бесконечно Друг друга вложат То есть если в обычном случае Вот в обычной программе Вы пишете И вы из файла в файл Хотите перезапевать Например Ну я хочу прочесть из файла А Записать в файл Б И написать в консоль окей То я пишу три строчки подряд Прочти Запиши Залогируй То в случае Вот такого Вот такого подхода Я должен написать Читай Когда прочтется Запиши Когда запишется Залогируй Понимаете да То есть я все должен Любое чтение Я не могу сказать просто Read Я должен его запланировать Вот через такой регистр И сказать что будет Когда оно случится Вот Это не всегда удобно Поэтому Ну то есть Сравните Даже вот этот код Где я говорю Register то Register то Сравните с кодом на тредах Где я просто говорю В цикле Читай Пиши Иначе конец То есть вот это Очевидно Читаем Вот Ну так как-то Получается Что со сменой технологии С тредов На Селектор Я поменял И Как бы модель Программирования Что не очень приятно То есть Казалось бы Нельзя ли мне Программировать Как всегда А использовать Технические Другие средства Да То есть Чему я должен Свой код Сильно ломать В угоду технологии Которую я использую Ну Ответом на это Является Модуль Async.io Который стал По-моему С3.4 Стандартом Для Питона И он Умеет делать Много классных штук Вот Прежде чем мы на него Посмотрим Мы сейчас Абстрактно Еще кое о чем Поговорим С вами Смотрите Любая программа Которая так или иначе Пользуется Вот таким Системным вызовом Вот этим Select Она Представляет собой Вот такой вот Цикл Бесконечный Который знает Обо всех Ивентах Которые Должны Когда-либо Произойти И на них Как-то реагируют То есть вы Знаете что Вы читаете Вы там Обслуживаете 80 пользователей Вы говорите О операционной системе Так Когда кто-нибудь из них Мне что-нибудь скажет Разбуди Она о вас будет Говорит Вот этот и вот этот Сказал что Ну Что-то записал Вы читаете От первого Смотрите Ага Ему нужно Там типа Из базы выбрать То-то Понятно А этому нужно Из базы выбрать Все-то Понятно И вы говорите О операционной системе Так Когда вот эти вот 58 оставшихся пользователей Или вот эти Два коннекта к базе Вы делаете Запрос к базе Что-нибудь Мне напишут Разбуди меня То есть вы снова Чтобы сходить в базу Вы снова Планируете Этот поход Через вот этот вот Селектор Да То есть все чтение Все операции Которые Вас могут заморозить Вы планируете Через селектор Вот И вот этот вот Огромный цикл Он называется Event Loop Это Ну Понятно почему Потому что цикл В котором вы Постоянно Получаете ивенты Вы просто Ну вы Где-то там Регистрируете А потом вам Постоянно Event Loop О них сообщает Произошло то-то Среагировали Произошло все-то Среагировали И Сели снова В селектор В новом цикле Словосочетание Event Loop Это не питон Специфика Это как бы Он везде так называется Вообще В любом языке Где вы С этим делом Не имели Когда Вы пользуетесь Этим селектор В цикле Это называется Event Loop Это первое Что я хотел Добавить Второе Смотрите С какой бы стороны Зайти Ага Вот Хорошая Смотрите Если я все-таки Хочу Программировать С помощью Вот таких Вот функций А не с помощью Callback То мне Мне надо Как-то Свои функции Вот эти Которые Делают Read И Лочица Научить В этот момент Останавливаться И что-то Регистрировать В Event Loop Как бы мне Как вы думаете Переделать функцию Так Чтобы вместо Того Чтобы делать Read Она Прервалась Говорила Event Loop Просто следи Вот за Вот этим Файлхендлером Когда что-то Произойдет Разбуди Меня Как функции Вообще Приостановиться Попросить ее Разбудить И прислать ей Какие-то данные Если ты скажешь Sleep Она как бы То есть Освободится Thread Но не код Код остановится Еще раз Надо приостановить Ну вот Да Функция идет Идет И тут она В какой-то момент Понимает Что как бы Все И она дальше Исполняться не может Ей дальше данные Нужны Она хочет просто На этом месте Приостановиться И попросить Этот Event Loop Последить Для нее За хендлером Она не может Сама следить За хендлером Это может делать Только Loop Loop он один Глобальный На всех Да И ты правильно Сказала Ты да Она просто Хочет выйти Йилдом И сказать Ой все Короче Дальше я сама Не могу Event Loop Помоги А Event Loop Ее потом разбудит И даст ей результат Именно Так работает Async.io Я сейчас на словах Рассказал А сейчас я подробненько Пройду Вот Смотрите Сейчас Да Нет Конечно нет Там все дело Async.io Это способ Использовать Вот эту технологию С селекторами Без тредов В один тред Я слежу за многими файлами Но программировать так Как будто бы У меня треды То есть я могу Одновременно следить За Обслуживать Сто клиентов Условно говоря Вот я Сервер ждет Пока сто клиентов Ему что-то пришлю То она делает В один тред Чтобы ждать Сто Сокетов Не надо Сто тред Понимаете Ждать Можно прекрасно Ждать Может даже Камень Не в смысле Процессор А в смысле Поросшим Хом Даже он умеет Делать Ждать Вот Поэтому Не нужно Плодить Сто тредов Вот Ну и вот Асинка Сейчас я Подробно покажу Смотрите Давайте Прежде чем я перейду Небольшой рекап И если что Вы мне еще вопросы задайте Значит Наш поинт в том Что мы пытаемся Читать Из двух файлов Ну наш пример был в том Что мы пытаемся Читать из двух файлхендлеров Из стедаута Из стедаэрера Ну и более широкая задача Мы вообще хотим Обслуживать Одновременно Там много Много соединений Много файлов Много какого-то там Ввода-вывода Много того Где надо просто ждать Вот Соответственно Два ведущих способа Это Треды Или Селект 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 делает это В один поток Но требует Вот этого Эвент-лупа И программирования На коллбеках Треды делают это Как несложно догадаться В много потоков Потому что Треды Это и есть потоки Но Зато можно Программировать Аккуратненько Да То есть Можно просто Написать Сто программ Которые будут Время программ Которые будут Сто потоков Параллельно исполняться И сама решать Где там нужно Остановиться Где запуститься Ядро за нас Это решит В этом смысле Это важный момент Ядро Это фактически Такой же Эвент-луп То есть Ядро где-то Внутри себя То же самое И делает Вот Только оно делает Это не так Производительно Потому что Оно между тредами Полноценно переключается Вот Эвент-луп Использует Чуть там Другую технологию Поэтому работает быстрее Ну и плюс ко всему Эвент-луп Приостанавливается Только тогда Когда реально Какое-то чтение происходит А операционная система Может тред Приостановить Еще и по тайм-ауту Просто типа Ты что-то слишком много Ресурсов потребляешь Подожди немножко Другим надо поработать То есть Вот этот вот Эвент-луп Который мы здесь написали Это такой Мини-планировщик Файловой системы Фактически Понимаете Ой Операционной системы Пардон Да То есть вы понимаете Где-то в глубинах Оси Есть планировщик Который решает Что там исполняется Ну вот мы примерно так же Значит Тред в кавычках Вот это вот Запусти Когда там То-то произойдет Вот это запусти Но у нас не настоящие треды Потому что мы их Строго поочередно исполняем Есть На эту тему Есть два термина Не хотел об этом рассказывать Ну ладно Есть два термина Параллелизм и конкуренция Так вот параллелизм Это когда вы Реально что-то параллельно Исполняете То есть На разных ядрах В тредах Там все такое А конкуренция Это когда у вас Как бы есть вот такие функции Которые для вас Как для программиста Исполняются как бы параллельно Потому что вы не знаете Когда какая вызовется Но на самом деле Исполняются они Строго последовательно Да Ну то есть Я запрограмм Последовательно Это значит в одном треде Значит как бы без треда Да Но это Это не параллелизм Но это конкуренция То есть вы говорите Просто Вот такую Как бы Мапку Событий и реакции События, реакция, события, реакция События, реакция А потом говорите Поехали И они там начинают На эти события Сами реагировать В каком-то порядке Запускаться И не очень понятно Ну то есть Вы не знаете в каком И для вас это выглядит Как будто бы оно параллельно В том же смысле Как в общем-то Для вас всегда Выглядело Даже на одноядерном компьютере Исполнение всех программ Параллельно Хотя это была Чистая конкуренция Там не было никакого параллелизма У вас было одно ядро То есть когда там У вас был первый компьютер Какой-нибудь там Пенси Не знаю Два Какой у вас там был первый компьютер Там никто и мыслить не мог Ни о каком Параллельном исполнении То есть я помню Что когда появились Для домашнего использования Первые процессоры С гипертрейдингом Они поначалу Толком ни у кого нормально Не работали Потому что там Никто их толком не поддерживал Потом все обновили Операционные системы Софт И все полетело Вот Ну вот Если есть вопросы Давайте И потом мы пойдем В Async.io И посмотрим Как там все это Красиво сделано Как это можно Программировать Как будто для тредов А при этом Использовать Вот этот event loop Получается Async.io Он не зависит От операционной системы Windows У меня И в Windows И это равно Как бы он Нормально работает Async.io Под капотом Использует Системный вызов Вот такой же Как в этом селекторе Да Ну там Он много что использует На самом деле Это не совсем правда Что он только его Но короче Да Он использует Те средства Операционной системы Которые в его распоряжении И На разных операционных системах Это разные средства Но Они везде есть На современных операционках Да Ну то есть Даже вот Вот этот селектор Я говорю Он на Linux Другой Вот на FreeBSD Он вот такой Как у меня Макосе Она как бы Ближе к FreeBSD В этом смысле Вот этот селектор Это и есть Тот самый селектор Который вы сказали В ядре Вот этот кей Смотри Селектор Это модуль Поверх модуля Селект Да Попрости Какой Вот вы вызвали Вот это Нет Нет Да И на 98 Так Выше Выше Вот этот В смысле Это просто Объект Класса Как Ю Селектор Который Лежит в модуле Селектор Супер Высокоуровневый Это просто Какой-то Объект Который Ну то есть Единственное Что мы По его имени Знаем Что где-то Внутри себя Он будет Использовать Системные вызовы Которые Как Ю Ассоциированы Вот Так-то Конечно Это Я говорю Это модуль Селектор Питонячий Который Использует Питонячий Модуль Селект А он Там Под собой Какую-то Библиотеку Наверное Сишную Использует А она Уже Делает Нужный Системный Вызов Как-нибудь Это так Устроено Вот Но Вот этот Вот Дефолт Селектор Это Последний Рубеж Который Говорит Тебе Даже Все равно Что Забудь Как Я Сами Если По каким-то Причинам Вы знаете Что Вашей Системе Вот Вы Это Внезапно Хотите Использовать А не То Если Вы Там Почему Да Еще Вопрос Все Понимают Чем Мы Будем Заниматься К чему Мы Все Идем Я Понимаю Что Я Немножко Ну Вот Введением Такого Понятия Как Вот Event Loop И Вот Этот Select Как Таковой Я Все Немножко Моз Ломаю Потому Что Вы Обычно С Таким Делом Не Мейте Вот Но Как Я Показал В Примере Даже Такая Простая Задача Как Просто Чтение Stdout И Std Error Она Как Б Требует Вот Ну Поехали Значит Что Делает Asink.io В первую Очередь Asink.io Предоставляет Нам Готовый Loop То есть Вот Этот Loop Который Мы Писали Руками Теперь Мы Просто Загружаем Задания А Когда Они Готовы Нам Говорят Ну Типа Нам Возвращает Управление Пока Не важно Не будем Говорить Что Будет Когда Все Готово Чтобы Получить Объект Этого Loop Надо Сказать Asink.io Get Event Loop По Моему Даже Ну Вот Какой Там Unix Selector Event Loop Почему Unix Selector А Ну Не Знаем Почему Так Называется Я Потому что Asink.io Сам Для каждого Треда По одному Event Loop Держит Самостоятельно Ну Создает Автоматически И его Из любого места Можно никуда Не передавая Просто получить Сказав Asink.io Get Event Loop Это только Single Ton В рамках Треда Вот Значит В Asink.io Есть свои Средства Для запуска Процесса Мы уже Не пользуемся Методом Subprocess А мы Говорим Create Subprocess Exec Интерфейс Примерно Такой же Только Квадратные скобки Видите Пропали Теперь он Как бы Много аргументов Принимает Но я запускаю Тот же Перл Что и обычно Получаю Ники P И посмотрим Что это за P И вот Сюрприз Сюрприз P Это Генератор Внезапно Вот Почему Это генератор Мы сейчас Чуть позже Узнаем Но Внимательный Читатель Уже догадался Что это Как раз Для того Чтобы он Умел Елдом Себя Отпускать Чтобы Когда я К нему Обращался Он Мог Как бы Это Ну да Да Вот Ну Не Кстати На самом деле Он Генератор Не поэтому Сейчас Я Поговорю Давайте Посмотрим Что внутри Этого Генератора Лежит На самом деле Там Всего Один Элемент И Это Некий Фьючер Это Надеюсь Последний Новый Термин Который Мы Сегодня Вводим Но Придется Нам С Они Там Всегда Есть Фьючер Это Объект Который Отвечает За Некоторые Действия Которые Сейчас Выполняется И В будущем Будет Выполнено Вот Сейчас Он Например В статусе Фьючер Пендинг Типа Еще Не Исполнен Потому что Мы его Еще Даже Не Запускали Обычно Ну То есть Смысл Обычно Следующий Как Обычный Фьючер Им Пользуется Руками Вы В какой-то Момент Своей Программе Узнаете Что Вам Надо Сходить В Базу И И Исполнить Там Какой-нибудь Запрос Вы Посылаете Этот Запрос В Базу Но Вы Не Хотите Лочиться На Чтении Ответа Вы Просто Создаете Фьючер И Говорите Так Ладно Короче Вот Он За Это Отвечает Он У Меня Есть Но Я Пока Своими Делами Занимаюсь Вы Убедиться Что База Все Записалось И Только В Этот Момент Вы Говорите Фьючеру Получи Дай Ко мне Значение И В Этот Момент Он Лочит Вас И Значит Дожидается Когда Запись Все-таки Произойдет То есть Фьючер Это Такая Хендлер Если Хотите Дескриптор Некоторые Операции Которая Выполняется И Будет Когда-то Выполнена И Внутри Всех Вот Крутин Внутри Всех Волшебных Объектов Асин Ко Они Все Внутри Есть Мы Сейчас Это Увидим Я Его Пересоздам Чтобы Next Стерся Значит Ну И Все Короче И Теперь Наконец Да Мы Возвращаемся К нашей Идеи Что Давайте Мы Будем Писать Крутины Крутины Для Асин Ко Помечаются Генератором Асин Ко Крутин И Мы Пишем Крутину Экзекьют Что Она Должна Сделать Она Должна Вызвать Вот Create So Pro Sexy А Потом Сказать Yield From Ну Вот Это Кстати Объясняет Почему Там Генератор Потому Что Yield From Можно Только Из Генератора С Помощи Yield From В Осин Ко Устроено Общение С Лупом То Когда Эта Крутина Будет Запущена В Лупе Она Поняв Что Вот Эта Операция Она Как Блокирующая Она Возьмет Этот Future Который За эту Блокирующую Операцию Отвечает И С помощью Yield То есть С помощью Yield From В данном Случа Бросит Наверх Сама Эта Крутина В этот Момент Прервется Future Улетит В Луп 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 Покрутится 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 В какой-то Момент Поймет Что Future Исполнился И Вернет Результат Вот Сюда Давай Я Сейчас Размотаю Клубок А потом Обратно Смотаю Сейчас Тут Как бы Непонятно С какой Стороны Рассказывать Поэтому Я Расскажу Сейчас Мы Дадим До Лупа Да Поэтому Я Расскажу Со Всех Просто Да Вот Ну вот Такая Крутина Значит Если Мы Просто Этот Execute Исполним То Мы Получим Опять Еще Один Очередной Генератор Потому что Ну понятно Если Внутри Функции Написать It Это Генератор Вот Ну и Все И Наконец-то Мы Запустим Loop Loop Я запускаю С помощью Метода Run Until Complete Говорю Ему Какую Нибудь Future Или Какую Крутину Что Здесь Примерно Одно И то же Он Ее Запускает Она В этом Loop Работает И Когда Она Завершится Loop Тоже Завершится Вот Смотрите Обратите Внимание Исполнился Вот Этот Print Который Написан С этими Галочками То Что Произошло Запустилась Вот Эта Крутина Просто Начала Исполняться Next Ей Сказали Она Дошла Еще Раз До Этого Этапа Ее Loop Запустил Поняла Что У нее Есть Блокирующая Операция Создай Процесс Создала Специальный Объект Который Future В котором Написала Уважаемый Loop Мне нужно Типа Меня нужно Продолжить Когда создастся Вот этот процесс И с помощью YieldFrom Бросила его В Loop На этом месте Она прекратилась Она попала В какой-то Вот такой Примерно Loop Который Написан Восинь Койо Только там Кода Наверное В 300 Раз больше Он там Крутится Следит За всеми Своими Крутинами Мы тут Одну Только Создали Но Можно Много Он там За ними За всеми Следит 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 Какой-то Момент Понимает О Процесс Создался Тут мне Future Ожил Все Как бы Говорит Что он готов Значит Надо Результат Этого Future А у Future Еще есть Результат В данном Случа Это Дескриптор Этого Процесса Надо Его обратно В ту Крутину Бросить С помощью Сэнда И ее Заодно Разбудить В этот Момент Нас Будет И мы Печатаем Принтом Результат Все Как бы Это то Что происходит Вот в этих Нескольких Строчках Более Любопытный Пример Который Возможно Даст вам Понят Зачем Что здесь Вообще Происходит И зачем Значит Я Чуть-чуть Модифицирую Execute Сейчас покажу Как Опять Говорю Loop Run Until Complete Execute И передаю Туда Loop Что делает Этот Execute Первым Делом Он точно Так же Создает Процесс Потом Он из Этого Процесса Внимает Estadout Estadr И Loop Говорит Слушай Я тебе тут Еще две Корутины Хочу Чтоб ты За ними Тоже Следил С помощью CreateTask Lock Estadout С префиксом Estadout И lock Estadr С префиксом Estadr Lock Это тоже Корутина Вот здесь Написано Эта Корутина Делает Примерно То же Самое Что и Вообще Все Корутины На свете Она делает Кстати Во-первых Этот Lock Отличается Вот от Этого Который Вот на эту Она помечена Он говорит Типа В бесконечном Цикле Хочу Читать Из файл Хендлера Если прочлось Писать Если не прочлось Брейкать Все То же самое Единственное Отличие Что Поскольку Это Корутина Она сообщает Что Ой-ой-ой Как бы Read Это блокирующая Операция Поэтому Когда я Сделаю FH ReadLine Я хочу Результат Бросить В луп Чтобы меня Разбудили Когда наконец Что-то Прочтется Потому что Если я здесь Скажу Просто ReadLine То этот Момент Корутина Это будет Просто Функция Которая Просто Заблокируется И весь Луп Встанет Луп Работает В один Трет Напоминаю Поэтому Все Корутины Которые Вы добавляете В луп Они все Должны Не блокирующие Любые Блокирующие Операции Должны Проходить Через Луп И все Корутины Общаются С лупом С помощью Yield From То есть Фактически Это Abuse То есть Сейчас мы Чуть-чуть Дальше Перейдем История Как бы Появления Всего этого В питоне Именно такая Что сначала Был там Yield Потом Были Вот эти Вот то Что я говорил Крутин Виа Энхэнс Генератор А теперь Давайте-ка Сделаем Крутины Из генераторов А теперь Давайте-ка Сделаем Короче Этот Event Луп На тех Крутинах Которые Из генераторов Вот То есть Генератор Говорит Yield From Ну вот Крутина А на самом деле Она не имеет ввиду Yield From Она на самом деле Имеет ввиду А у Loop Я хочу с тобой Пообщаться То есть Это просто Такая Способ Связи С лупом Ну и заодно Приостановки Как этот Abuse Починили Мы еще чуть-чуть Попозже Поговорим Значит Почему Здесь Нельзя было бы Сделать Просто вызов Функции Понятно Потому что Если бы это был Просто вызов Функции Пришлось Yield From Сделать То есть Надо каким-то Образом Прерваться Эта функция Должна В этот момент Как-то Остановиться Потому что Она не может Дальше работать Без результата Выполнения Редлайна Ей нужно Это Это по-любому Ну и все Как бы Дальше Вы понимаете Что происходит Лупу сказали Работай пока Не закончится Функция Крутина Execute В Крутине Execute В конце написано Yield From Wait Она не завершится Пока процесс Не сдохнет Перед тем Как сесть В это бесконечное Ожидание Вернее Не бесконечное А в долгое Мы в луп Добавили еще Две карутины Это Логирование Сда Это логирование Сда И вот они Все три Там в лупе Есть И как луп Работает Он Там Ему эти Значит Он эти Все карутины Запустил Сказал им всем Next Next Они ему Каждое прислало По фьючеру Он эти все Фьючеры Добавил В системный Вызов В селект И сказал Так Все Либо вот этого Сдаута Либо этого Сдаута Либо мы ждем Пока нам сигнал Придет о том Что процесс Завершился И на этом Ваша программа И луп И все Целиком Приостановилась В какой-то момент Операционная система Будет луп И говорит Привет В сдаут Что-то записали Ивент луп Проходит по всем Своим Вот этим Ну вернее Ему говорят В какой конкретно Он находит Соответствующий Фьючер Говорит Ага Это вот эта вот Крутина Номер один И уже на две Просила меня Разбудить ее Когда что-то Запишут В сдаут Вот тебе Выхлоп Сдаута Как бы Работать с этим Вот Редлайн Тут надо Правда уточнить Что на самом деле Я вам еще Вот там Наврал Маленькое уточнение Когда вам Вот здесь вот Ивент луп Сказал Что есть что читать Это вообще-то Еще не значит Что оттуда Можно строчку считать Там может быть Меньше Чем строка И это Все придет К гедлокам То есть этот пример Он искусственный Так делать Тоже не совсем Не то чтобы можно То есть на самом деле Так тоже делать нельзя Вот Здесь эта проблема решена Здесь поскольку Я сказал FH readline То луп Прочтет мне строчку Он меня Он к рутину разбудет Только когда будет Реальная строка То есть если операционная система Скажет лупу Что можно прочесть строчку Ой что можно что-то читать Он считает Сколько можно Если увидит Что там строки нет Скажет Нет короче К рутину будить не буду Рано Операционная система Хочу еще читать Скажет он Программа остановится Потом Операционная система Снова разбудет луп И скажет Ооо У тебя тут короче В другой записалось Ну и так далее И так далее И так далее Все это достаточно Сложно устроено Вот эти вот Все взаимодействия И так далее Но Из всей этой адской мозаики Собралась достаточно Легкая в использовании Библиотека Фактически Все что вам нужно Когда вы пользуетесь Вот этим вот Async.io лупом Это на все Блокирующие операции Говорить yield from Все Все операции Какие вы только можете Вообразить Всех их поддержка Внутри Async.io Уже есть Чтение Асинхронное чтение Сокета Асинхронное чтение Там вот из этого Какого-то пайпа Там посылка UDP запросов Все-все-все-все есть Вот Сразу оговорюсь Работать с файловой системой Асинхронно Нормально Нельзя Нельзя писать файл На диске Асинхронно Если вы хотите Писать файл Вам Вы залочите Весь луп Так нельзя делать Поэтому вам понадобится Тред Но мы об этом еще поговорим То есть как бы Комбинация Тредов и лупа Все равно Нужна Так или иначе Вот Да Еще оговорка Вы понимаете Что Если вы хотите Если у вас 24-ядерная машина И вы запустили луп Вы потребляете Только одно ядро Это один тред Если вы хотите Целиком все ресурсы Потреблять Вам надо 24 лупа На каждом ядре Понятное дело Иначе Вы как бы Ну ресурсов Просто Не выберете Столько сколько надо Вот По поводу того Что yield from Это abuse Да В новой питоне По-моему Прям с 3.6 Прям совсем-совсем новым Ввели новых Два ключевых слова Как в других Языках программирования Некоторых Это Async и Await Await Это тот же самый Yield from Только Ну технически Вообще Абсолютно такой же Только Прямо для этого Вот Для него Для этого Await Подготовили Целую серию Новых Волшебных методов Помните Мы говорили Ну про эти Которые с данными Подчеркиваем Справа и слева Вот их там Целая пачка Появилась Там типа Aether Aenter Aexit Короче Их полно И все Вся начинка Async.io На эти волшебные методы И переехало То есть они сделали Фактически для Async.io Поддержку Но универсальную Можно и свой Модуль теперь написать Который работает на Await И теперь наконец Функция хорошо Отличается Ну генераторы Теперь от функции Отличаются Потому что Чтобы использовать Внутри тела Функции Await Надо ее объявить Не как Dev А как Async.dev Больше ничего не поменялось Вот То есть на самом деле Все что Поменялось Для вас Это то что Надо использовать Другие ключевые слова Вот Но разработчики Опять же как в случае С YieldFrom Они развязали себе руки Они могут теперь Отдельно пилить Асинхронный Вот эти вот Асинхронный Вот этот YieldFrom Который для этого Они могут его отдельно Улучшать Бесконечно Ну и там еще Несколько Минорных изменений О которых мы сейчас Говорить не будем Вот Тот же самый пример На Async Await И теперь вам Когда вы видите Await Вам должно быть Теперь еще понятнее В том смысле Что от вот этих вот деталей Что Await Это на самом деле YieldFrom А YieldFrom На самом деле Это То есть А то что стоит Внутри YieldFrom Это на самом деле Генератор А генерирует он На самом деле Future А Future Он на самом деле Генерирует для того Чтобы Лупов зарегистрировал В общем Короче Все эти бесконечные детали О которых я сейчас Рассказывал Они За вот этим Красивым синтаксом Более или менее От нас сокрыты То есть Вы теперь просто Знаете что Ага Я программирую Под Async Айо Поэтому я не могу Совершать никакие Блокирующие операции А когда они не нужны Я должен сказать Await Меня разбудят И То есть Когда я скажу Await Я усну И меня разбудят С результатом Все А то что это на самом деле Генератор Который посылает Future в Loop И ждет Та-та-та Но это как бы Вот некоторые понимания Которые Если вам удалось Приобрести В ходе этой лекции Это прекрасно Если нет Ну это наверное Не очень страшно Потому что Пользоваться этим Можно и без этого понимания Вот Но как бы Я не могу себе К сожалению Позволить Просто Накидать синтакс И сказать Как бы все Все обучены Вот 3.6 Да Вот Это не Функции И как бы Никак не эмулируется И это Полноценные Новые Ключевые слова Не 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 Да Да Это Вот Есть If Есть Def Есть Async Да Как Они Супер Ну как бы Нативные стали Да У меня например Мой патчар Старый Необновленный Он Прям вообще не понимает Что происходит Когда я этим пользуюсь Вот То есть он Еще При том что он Не такой старый Он года 3 Ну вот И в общем То же самое Значит я пишу Функцию логирования Которую принимает Файл хендлер И префикс И она Просто вот как В трейде Помните Вот теперь От функции трейда Мы только одним словом От этим отличаемся Да Она говорит Line равно Awaited line Если line Выведи Если не line То break Вот Но обратите внимание Принц тут в консоль Я делаю синхронный Фактически Вот Ну наверное Это допустимо Потому что Ну в то что Принц работает быстро Мы верим Но хотя Как бы Всегда можно Честно Через event Ну запланировать Запись И сделать Awaited Вот Если вы пишете Куда-нибудь сокет Так и надо делать Ну и вообще Это конечно Больше для отладки Вот Опять же Когда вы пишете В Лог Там Ну там Та же самая ситуация Но вообще Обычно считается Что ну лог Все-таки Он Как бы Пишется быстро И не надо делать Это асинхронно Но Науке известно В случае Когда Сервисы Вставали Из-за того Что лог Не могли записать Так что Если вы пишете Высоко Нагруженное Качественное Приложение И для вас Очень важно Ни в коем случае Не получить Отказ В обслуживании То вероятно И в лог Стоит записывать Скорее всего Просто из трета Из отдельного Да Еще раз Авейт И yield Зачем они Нужны Чтобы Лочить Понимали Ну фактически Да С точки зрения Вот этой вот функции Авейт Это просто Остановись в этом месте И дождись пока Прочтется А пока ты остановишься Могут работать Другие коррутины Вот То есть Важный момент Что во всех местах Где написано Авейт Могут работать Другие коррутины Как в случае с тредами Везде где вы делаете Read В этот момент Могут работать Другие треды Правда в случае с тредами Они вообще в любом месте Могут работать Другие То есть Операционная система Тред может остановить Вообще где угодно Просто по таймеру А коррутина Может остановиться Только там Где написано Авейт Если ты в своей коррутине Начнешь например Считать факториал Десяти миллионов То у тебя встанет Вся программа Ну то есть Коррутина только Одновременно Исполняется Но когда ты говоришь Await Ну или Yield From В предыдущем варианте То она прерывается Да кстати Обратите внимание Декоратор Осин койок рутин Естественно Больше не нужен Потому что теперь Есть классный осин А в loop Он просто последовательно Спрутится И все фьючеры проверяются Ну Ну как бы Не совсем так Но да Да условно говоря Можно считать Что loop Все фьючеры проверяет Но он их не последовательно Проверяет Он операционную систему Просит за ним Следить за всем Но фьючеры разные Бывают на самом деле Фьючер например Который wait Он на сигнал ориентируется Есть фьючер Который sleep Он там просто Таймер взводит Что ли Не помню точно Ну в общем короче Там loop Он достаточно навороченный Тот который Осин каёшный А не который Мы написали На коленке За 3 минуты Но он Для тебя делает Для тебя да Ты можешь считать Что он просто За всеми фьючерами следит И как бы Меня это не особо волнует И вообще Какие фьючеры Я написал await И просто жду Вот То есть как бы Ну В этом цель Ну вот Значит Ну execute Все еще так же Он awaited Create subprocess Он awaited Be wait Создает два таска В loop И loop Уговорит Run until complete Все понятно Значит смотрите Популярно Какие-нибудь вопросы Еще есть про это Мы уже Переходим К Сочному окончанию И домашнему заданию Вот Но на самом деле Вы когда возьмете Это в руки И начнете писать Вам все станет Гораздо понятнее Потому что Я Если не ошибаюсь Когда первый раз Этим пользовался Я Особо не понимал Что происходит По-моему Первый раз С торнадо Я встретился Торнадо Это достаточно старый Такой веб-фреймворк Там даже не yield from Использовался А просто yield Тогда помощи yield from Просто не было Они просто на yield Это все сделали Прекрасно все работало И я особо не понимал Что происходит Я просто знал Что типа Оно как-то само разбирается Главное yield Не забывать писать И все будет хорошо Вот И ну нормально Работало Ну потом как бы Естественно пришлось Изобраться Ну то есть В любой сложной ситуации Немедленно приходится Разбираться конечно Но просто Чтобы на коленке Что-то там наваять Можно не вникать А просто await Лупить Во всех непонятных случаях Все будет хорошо Ну главное Чтобы то что было под await Это было что-то Что фьючер возвращает А не просто абы что Вот Но обычно Все что возвращает Фьючер Это что-то Из самой библиотеки Async.io Вопросы? Продолжаем дальше? Да То есть получается Тоже фьючер? Что? А, да Этот fh Обрати внимание Он нам вернулся Из p.stdout А p Это что-то Что создало Async.io Create Subprocess.exe То есть Это все Кишки Async.io То есть Да Он сам Тебе выдал Процесс У которого Stdout такой Что в нем Future Который он сам Понимает Естественно Естественно У него Все как бы свое Именно поэтому Мы здесь пользуемся Create.suprocess.exe Async.io А не Модулем Сопроцесс Который был выше Смотрите Смотрите Одна из Одна из Очень популярных Нынче Библиотек Которые Достаточно Широко Используются И которые Сделаны Поверх Async.io Это Async.io Это Библиотека Или даже Можно сказать Что это С некоторой точки Зрения Framework Который Позволяет Общаться По HTTP Причем Быть Как Клиентом Так И Сервером И она Полностью Совместима С Async.io И если Вы хотите С чем-то Вы пишете Программу Подаю HTTP И хотите Внезапно Что-то еще Async.io Использовать То Как бы Все нормально Все совместимо Loop тот же сам Вот Это Небольшой пример Я хочу Скачать С Немецкой Википедии Три статьи Про Глуа Про Тьюринга И еще С каким-то Левым Именем Это Чтобы Ошибка Была Вот Для этого Я создаю Loop Начнем снаружи Я создаю Loop И говорю Я хочу Чтобы этот Loop Исполнялся До тех пор Вот Loop Run Until Complete До тех пор Пока не Исполнится Все три Таска То есть Пока Все три Future Вот эти Не станут Done Чтобы Получить Future Который Агрегирует Несколько Я использую Async IO Getter То есть Tasks Это Gathering Future Он станет Done Когда Вот эти Все три Внутри Станут Done Ну потому что Это все нужно Только потому что Run Until Complete Принимает Только Один Вот Значит Что такое Download Wiki Это Крутина Которая Делает Следующее Она берет Из IOHTTP Client Получает С помощью IOHTTP Client Session Сессию Делает Какой-то Fetch Это другая Крутина И возвращает Первые 15 Байт Что здесь Интересно Во-первых Здесь Интересна Вот эта Совершенно Безумная Форма Про Которую Я раньше Не говорил Короче Вместе С Async Dev Появился Еще Async With И Async For Все Что нам Про это Надо Знать Что Это Тот же Самый With Что и Раньше Просто Раньше Он делал Enter И Exit А теперь Он делает A Enter A Exit И им разрешено Делать Await Ну то есть Это Короче With Который Тоже Может Замереть Вот Опять же Для Меня Как для Пользователя Здесь Особо Не важно Я просто А Окей Будем Вызывать Его Не с With А С Async With Мы тут Вчера Кстати Обсуждали По моему Этот Client Session Ничего Даже Асинхронного Не делает Это Просто У них Завязка На будущее Они сделали Все Асинхронным А он На самом деле Не лочится Он внутри Себя Await Не делает Имеет Право Но не делает Но Это Не точно Я не проверял В общем Короче Вызов Ayo Http Client Session Session Вызовем Fetch И вернем Первые 15 символов Session Пошлем Аргументом Fetch Fetch Это Собственно Функция Которая А ну Я говорю Чем качать И что Скачать Скачать Я хочу Http dwikipedia.org Slash Article Article Сюда в качестве Аргумента Влетел Fetch Это Тупо Крутина Которая По урлу Качает То что Ей сказали Опять же Async With Get Session Та-та-та-та Вот этот Заблокируется Он реально пойдет По http И получит Ну как бы Ответ Он начнет его читать И считает оттуда Заголовки Я могу проверить Статус Из заголовка Если это 200 То я начну читать Весь текст Опять же Await Если это Не 200 То я вместо текста Верну вот такую заглушку Вот Да-да Тут вот комментарий Забавный Короче говоря Вместе с тем Что YieldFrom Заменили на Await Вернее не заменили А добавили Новый Await Поправили Некоторые проблемы С синдексисом Раньше нельзя было Написать Return YieldFrom Ну и сейчас нельзя Если вы хотите Ретернить YieldFrom Надо в скобки его взять А Return Await Можно То есть Await В этом смысле Сделали чуть более Красивым Чистеньким Все такое Вот Ну и все понятно То есть Как это физически работает Да Создается Трика рутины Loop их себе запускает Каждый из них В Loop Ну вернее Он запускает их По очереди Он запускает первую Она ему Await Возвращает Типа Ой Мне тут надо Короче читать из сокета Он запускает вторую Она ему говорит И мне надо читать из сокета Он запускает третью И мне надо читать из сокета Он все эти сокеты Не после этого Не после этого видимо Даже в процессе Он их все С помощью вот этого Селекта регистрирует В операционной системе Говорит типа Ну давай Ждем Операционная система Говорит Вот второй ответил Он говорит О ну отлично Второй ответил Будем второй Ну и он будет Вот так Ну вот Ну только он здесь еще Много раз Await может делать Потому что он тут Один раз Await Перед тем как начать Получать запрос Второй раз Await Перед тем как Начать читать текст Оттуда и так далее Да В смысле Не все блокируется Блокируется Крутина Она приостанавливается И управление Уходит обратно в loop То есть они все три Могут одновременно Wait Они скорее всего Вот здесь Ну можно знаете Вот в качестве эксперимента Давайте сначала посмотрим Как это работает А потом кое-что посмотрим Ну нормально работает Он вернул doc type Doc type Ой Слушайте Нет Это какой-то мусор У меня с интернетом Все в порядке Давайте проверим О, я опечатался Явно в бурле Не, не Не в порядке Что-то пошло не так Надо ли мне подключаться К правильному интернету Да, давайте я Просто подключу сумму И мы посмотрим Как это работает Ну там ничего необычного Конечно Но хотелось бы Чтобы вы увидели Пример вживую Это вот мне выпал эксепшен По поводу того, что хост недоступен Ну то, что интернет вообще отвалился Мы вообще крайне мало Говорим о том Как обрабатываются эксепшены Эксепшены во всей этой схеме Я специально эту тему игнорирую Потому что вы понимаете Да, что когда К рутине возникает эксепшен Ее кто-то Его кто-то должен поймать Он должен куда-то То, что называется Пропагейт То есть куда-то попасть Попадет он туда Кто в данный момент На этой к рутине Эвейт делает То есть он туда вылетит И так далее И так далее То есть когда вы делаете Чему-то эвейт Вы можете вокруг этого Трием эксепшен ловить На том случае Если он там внутри возникнет Вот Теперь все правильно Фернет появился Значит смотрите Первые две ссылки Про глуа и про тьюринга Они начинаются с доктайпа html Что нормально Потому что Ну html всегда так начинается А третья вернула ошибку 404 О чем Вот этим ретерном Мы и сообщили Вот Ну понятно Потому что С СССР никакого на Википедии На немецкой нет Вот Ну и Как бы Вот этот пример Вас должен вдохновить Последний Потому что Здесь все Гораздо понятнее Чище И нету больше Никаких непонятных Там Генераторов Крутины и так далее Просто написал Async Запихнул в лук И хорошо То есть это Очень похоже на треды Видите Я как бы говорю Хочу три треда Вот Делают они вот это Единственная разница В том что Ну что-то Обэйт везде Понаписано Вот Последнее Да А Да Вот Мы же хотели Это Изучить Да Смотри Давай Вот мы перед тем Как Значит Во-первых Давайте переделаем Эвейт На Текст Просто Смотрим Ой И здесь И здесь Напишем Return Урала Урала Нет Ну короче Нет Видишь Он сначала Запланировал Первая Крутина Начала работать Про Гулуа Она досюда Дошла Вывела Before Гулуа И залочилась Ну в смысле Прервалась на этом Потому что она Начала ждать ответа И в этот момент Луб запустил вторую Крутину Про Тьюринга Она сюда дошла Вывела Принт А потом первая Проснулась Крутина про Гулуа А потом Проснулась Крутина про Тьюринга Они могли бы проснуться И в другом порядке Могло быть такое Что ответ про Гулуа Тормозил А про Тьюринга Почему-то не тормозил Давайте Я Вот этот before Поставлю вот сюда А after Скопирую if else Не то чтобы Как бы это было Сюда 2 допишу А вот видите Какая ситуация Сначала про Тьюринга Исполнилось Исполнился before Потом исполнился before И тут же Очень быстро Получил управление Почему? Потому что А, потому что Здесь не было Авейта Потому что если Ну как бы Если статус 200 То мы авейтимся А если статус не 200 То мы тут же Идем в else Без всякого авейта Поэтому З-з-з Вышло сразу Потом запланировалась Скачка Гулуа Обратите внимание Теперь в другом порядке В прошлый раз Галуа сначала ставился на скачку, в этот раз сначала Тьюринг. Ну вот, а дальше, смотрите, несмотря на то, что Тьюринг раньше исполнялась корутина, первый корутина, ну, await, вот этот вот, вот этот вот await, первым отработал у Галуа, несмотря на то, что Тьюринг раньше в очереди, и потом только проснулся Тьюринг. То есть, нет, они работают для тебя вообще все одновременно. То есть они на самом деле переключаются и работают то одна, то другая, то одна, то другая, но для тебя они работают как будто бы параллельно. Это вот та разница между параллельностью и конкуренцией, о которой я говорил раньше. На самом деле физически, технически они, конечно, параллельно и работают. Но для нас, как для людей, это условная параллельность. Но называется конкуренцией именно, чтобы это подчеркнуть. То есть они как будто бы все одновременно. то есть как только ты сделал ивейт что-то немедленно запустится другое так вот и последний момент который мы хотим затронуть это айфтп умеет работать как сервис только как клиент но и как сервер то есть мы можем делать сайты до веб-сервера поднимать с пользованием этой технологии смотри если тебе тут есть короче комбинировать айфтп ой асинка и и треды это нормальная практика и комбинируется на в две стороны с одной стороны если я напишу вот я написал с помощью вот этого айфтп веб-сервис все хорошо он может обслуживать много клиентов одновременно но у меня на машине 8 ядер он будет в любом случае максимум эксплуатировать одно поэтому я себя машине 8 то есть я подниму 8 трендов и в каждом по лупу по ивент это вот в эту сторону есть использование то есть сначала ты делаешь тренды а внутри каждого еще и по тысячи клиентов можешь обслуживать и по миллиону даже вот есть обратная ситуация я хочу записать файл записать файл синхронной асинхронной нельзя поэтому я создаю тред и из лупа на него подписываюсь то есть как бы чтобы любое синхронное действие можно превратить в асинхронное которое будет поддерживаться event loop если ты поместишь да да сам по себе асинхронное треда не создает ну то есть я может конечно ошибаюсь но в моем понимании чтобы я не говорил ему делать он все делает вот сугубо сам без всяких тредов хотя ну может быть и они для каких-то операций дергают и будем странно вот мне как кажется что они должны вести себя прилично и не делать этого ночи в веб мы не будем стартовать сервер из юпитера это приводит ко всяким странным спецэффектом мы отдельно посмотрим этот код короче говоря простейший интерфейер интерфейер например выглядит так мы с помощью вот этого а и хтп веб создаем аппликейшн в аппликейшн добавляем пути которые мы хотим обслуживать вас лекции по вебу будет следующий раз вам там подробнее всякие штуки расскажут сейчас мы делаем супер тупой веб-сервис именно чтобы поменьше с хтп связываться короче будем обслуживать два типа урлов просто слэш просто корень будем вызывать хэндл слэш что-то там тоже будем вызывать хэндл но что-то там будем передавать в качестве параметра ней качестве аргумент то есть но это вот у него такой синтаксис красивенький значит а это он так сам умеет ему говоришь слэш что-то ну то есть это как регулярка типа слэш захват с именем ней будет передан вот сюда реквест матчинфо гетней вот ну то есть это он так самыми это тоже самое что если я написал здесь вот ну на языке регулярка это что-то типа вот так что наизусть не помню но это примерно вот как вот если бы я вот так сделано регулярки положи это соки ци не мне ну здесь то же самое только как бы симпатичный что делать хэндл ну сначала он пытается вынуть name если его указали вот так вот то он его считывает если ничего не указали то мы считаем что это имя анонимус мы формируем текст хэллоу анонимус или хэллоу что-то там и возвращаем респонс с этим текстом все обратите внимание этот эта крутина она даже эвэйт не делает она вообще ничего синхронного не делает она чисто ну как бы синхронный не блокирующий код исполняет быстренько возвращает и все хорошо вот давайте запустим сервер он запускается у меня локально там на порту 8080 если не ошибаюсь и соответственно вот если я зайду на корень я увижу хэллоу анонимус если я напишу здесь слэш отлично если я напишу сюда там типа игорь то будет хэллоу игорь все прекрасно работает да и соответственно если я начну таких запросов сделать много много параллельных он там прекрасно всех обслужит у у него с этим проблем нет вот теперь вот такой вопрос значит что будет слегка притормаживать что будет 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 если я сюда вставлю sleep на 10 секунд ну что что давайте какие варианты смотрите да ты сейчас зайду попрошу корень то как бы ничего не будет происходить некоторое время если быть точным то 10 секунд ну еще там небольшой хвостик то чтобы все это обработать давайте еще и подождем немножечко еще капельку да чтоб как-то долго нет все вот все произошло да значит анонимус то есть если вы для того чтобы пользователю ответить должны выполнить тяжелую операцию но пользователи будут ждать это вообще говоря нормально да то есть например вот в поиск какой-нибудь google он вам не сразу отвечает ему нужно несколько там порядка сотни секунд или что-нибудь типа этого чтобы вообще поискать то что ищется ага вот это совершенно не проблема предположим у нас есть некоторая операция которую мы на sleep заменили реально тяжелая который 10 секунд исполняется но есть другая сложность смотрите пока этот ждет 10 секунд если другой а да давайте просто сейчас я немножко по-другому переформулирую давайте я здесь напишу что если name это sleep вот тогда будем ждать 10 секунд то есть сейчас вот анонимус мгновенно получает ответ прекрасно а если я попрошу sleep то он будет долго но теперь смотрите я открываю сегодня окошко запрашиваю анонимуса а ничего не работает почему все все нормально ну потому что только одна карутина может исполняться одновременно и исполняется карутина которая обслуживает sleep вот и ну та у которой name равно sleep она исполняется и вся программа заблокирована если вы пишете под асинк айо айо хттп это частный случай вы не можете блокировать карутина только стоит вам сделать слип запись какого-нибудь огромного файла чтение из сокета синхронное где вы забыли эвейт или еще что-нибудь все вся ваша программа встала вот это нужно понимать то есть да вот эта ситуация с тем что вы пишете влог ничего страшного в какой-то момент у вас там втупил диск у вас одно единственное сообщение который не может записаться на диск по какой-то причине блокирует вообще всю вашу программу вы всех своих миллион пользователей заставляет ждать пока кто-то один нам что-то сделать как ситуацию поправить крутина в данном случае это handle да то да конечно вот он же асинк д да а чему надо сказать await ну не если просто сказать await sleep то это волшебство не произойдет sleep исполнится вернет none а потом вы скажете await none чтобы что-то await'ить нужен future какой-то или другая крутина такая крутина есть она называется асинк айо sleep то есть в асинк айо есть свой sleep и он как раз вернет нужный нам future ну или крутина неважно это нас не должно волновать короче он вернет вот такой вот await'able object который мы можем настроить await то есть нужно понимать что ваши старые способы синхронного взаимодействия со всем будь то read, будь то write, будь то sleep, будь то не знаю open файла вообще все они, они все блокирующие вот и они вас все не устраивают вам для всего нужно аналог из асинк айо а в асинк айо для всего аналог есть вот теперь если мы это запустим то мы увидим прекрасно что если мы теперь запрашиваем sleep он таки ждет но при этом в параллельной вкладке анонимус прекрасно мгновенно обслуживается столько раз, сколько мы вот потому что так рутина сказала await управление передалось в loop loop прекрасно обслужил миллион других пользователей и только потом через миллион на миллион первом шаге сказал о там же у нас проснулся sleep пора бы и ему ответить короче респонс вот значит смотрите это вот этот файл это заготовка фактически для домашнего задания он закомичен в репозитории ну только вот без этих вот слепов значит сделать хочется очень простую вещь ну как очень простую значит хочется поскольку вы ну с вебом еще лекции не было то 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 интерфейс будет очень простой вот такой же как здесь значит пользователь может запросить просто так вот слэш файл какой то там да вы должны из директории путь которой конфигурируется взять файл соответствующим именем и ему отдать пусть это будет тупо текстовый файл никаких бинарных данных чтобы вообще ничем не заморачиваться вот если такого файла у вас нет вы должны на такие же точно такие же программы запущенные рядом на других портах сходить и спросить у них список этих программ где они живут тоже конфигурируется ну список этих демонов фактически после того как вы получили файл от другого от другого от кого-то из них вы должны его отдать пользователю а себе его сохранить на диск чтобы в будущем раздавать самим ну то есть то есть короче вы пишете демон который будет запущен там 10 в 10 инкарнациях на 10 разных портах и у каждого будет своя директория это будет раздаваться из директории это вот они из разных папок раздают файлы если я прихожу и говорю мне пожалуйста файл 1 2 3 и я попал на четвертого демона а у него такого файла нет то он спрашивает всех своих соседей их список забит у него в конфиг он их спрашивает кто-то из них говорит у меня есть файл 1 2 3 он его берет прямо в память считывает отдает мне и себе на диск тоже кэширует спрашивает да спрашивает так же то есть у вас будет два урла для людей и для внутреннего общения робота в смысле запустить а не в смысле юнит тест ну слушайте юнит тест писать достаточно несложно потому что этот эвейт в конечном счете ну все все крутины это на самом деле просто генераторы вы можете ему next сказать как бы увидеть что у него там внутри вот можете подделать патчем там какой-нибудь рит и все такое ну в общем вы попробуйте это несложно даже руками нам нужно для каждого порта отдельно ну руками тестирую на двух естественно ты допускаешь два ну получается для каждого порта нужен свой прайд но нельзя как-то не-не у тебя один исходник и 10 конфигов в каждом конфиге написано из какой папки читать и где твои друзья ну это нормально ну то есть знаешь как это nginx написали один раз а каждый запускает со своим файлом конфигурации у себя на машине так же и ты ты пишешь программу которую потом сам запускаешь десять раз ты десять параллельных раз из десяти окошек условно говоря запускаешь свою программу ну не десять на самом деле три достаточно вот так вот я более формально опишу вам потом в репости вот но как бы я просто хотел показать на примере ну да это же получается ну не так сложно если у меня в принципе я знаю текстов сели допустим я могу жестко задать их адресантам у аккаунта да смотри что здесь сложного во-первых ходить на них надо асинхронно ну то есть с помощью вот этого симка это раз во вторых ходить на них на всех надо одновременно нельзя ходить на них по очереди это безумие потому что вы будете ждать тысячу лет вы должны как бы сказать на них на всех типа поехали давайте кто-нибудь из вас мне ответит кто первый ответил как бы ну тот и молодец ну или даже не там никто первый там вы можете реально спокойно не надо это оптимизировать вы можете собрать ответ со всех десяти но только один из них вам файл пришлет ну или не один из них ну видимо они могут сначала ответить тебе 200 те у которых есть и с одного из них ты считаешь файл а те у которых нет ответить 404 на самом деле надо поработать это задача не такая как картии это во первых во вторых чтобы читать файлы из физической системы и писать его обратно nós нужен thread то есть нельзя это делать вы не можете это делать и синхронно нормально но нельзя это делать ихвано тоже то есть вы должны сказать в случае чтения вы должны как бы создать thread и подождать пока он вам читает файл чтобы дать его пользователям в случае записи вы можете создать thread и не ждать его, потому что если он вдруг не запишет, ну и черт с ним типа того, что в следующий раз еще раз попробуем. Это же кэш в конце концов. Но это как бы на свой вкус. А, еще вопрос. Мы больше отдаем, но в смысле содержимое, да? Вот return веб-респонс, короче, это то, что тебе нужно. То есть ты читай текст из файла и отдай его прямо так. То есть на самом деле это не совсем правильно, вам об этом в следующий раз расскажут. Там можно прям файл ему отдать полноценно, правильный тип там выставить в заголовках. Ничего этого делать не надо, можно просто текст отдавать. Можете спокойно считать, что в файле одна строка, я не знаю. То есть если это упростит задачу, тогда и передавать там меньше. Ну то есть мне не хочется вносить в задачу сложность, которая к теме отношений не имеет. Тут достаточно той, которая имеет. Хороший вопрос. Смотри, очень неплохая книга, которую я уже неоднократно рекомендовал, может быть, не вам. Это Fluent Python. Это такая... Сейчас покажу. Да, вот это вот она. Воу, вот такой вот непонятный ящериц или кто это. Не знаю. Очень-очень хорошая книга. Есть, кстати, перевод на русский, если для кого-то это важно. У нее одна единственная проблема. Она толщиной 850 страниц. Да, это тоже. Она есть на Safari Books. Там, если у вас есть почему-то студенческая подписка, не знаю, то она там распространяется. Вот. Ну, короче, книга очень хорошая. Прямо это моя вообще любимая книга по программированию Ever. Потому что автор, видно, что он прям долго, много и упорно старался, чтобы ее написать. Мне она очень нравится. Вот. Ну, и как бы оттуда я примерно про это, про все и узнал. Ну, в общих чертах. А как бы все детали, да, это уже будет, конечно. В любом. Ну, и практика, практика, практика. Давайте, пришла пора вопросов. То есть у меня все. Я закончил быстрее даже, чем рассчитывал. Это хорошо. Это значит... По джанге ничего не знаю, честно. Ну, то есть я знаю, что есть книги по джанге, я их не читал. Там есть какая-то там с мужчиной оплетенной змеей, там, или что-то такое. Это не анали. Ну, в общем, нет. Про джангу я читал только доку. Мне кажется, что у джанге хороший док. Там отличный туториал и вполне достойный док. Ну, да, тебе у каждого такого демона... Демон, когда запускается, ему дают файл конфигурации, там в формате YAML, наверное, да, и там указано, из какой директории брать папку. Брать файлы. Из какой директории, да. То есть никаких вложенных там не будет, ничего такого, и не надо на этом заморачиваться. У каждого демона своя папка, да. Ну, ты пишешь один раз, один пайник одного демона, пишешь 10 конфигурационных файлов и говоришь, типа, demon.py-config A, demon.py-config B, demon.py-config C, и у тебя стартует каждый со своим конфигом. Так в реальной жизни и происходит. То есть, как бы, типа, у нас в поиске есть, не знаю, серчер. Этих серчеров у нас несколько тысяч. Понятно, что исходник один. Один бинар, а к нему 5000 конфигур, там, или сколько-то там. Не помню, сколько точно. Ну, и мы запускаем один и тот же бинар с разными конфигурационными файлами. И каждый ведет себя по-своему. Вы фактически пишете кластер. Распределенное хранилище, если так можно выразить. В смысле, ну, ты когда запускаешься, вот здесь вот run-up, у него, по-моему, я, если не ошибаюсь, да, вот у него есть параметр port. Можно сказать, на какой порт забинется. Вот. Хост будем, ну, не знаю, хост можно всегда на localhost подниматься. Можете сделать поддержку и хоста тоже. Это нормально. То есть, если вы откроете, опять же, туториал IOHTTP по серверной части, там все русским языком, английскими буквами будет прекрасно написано. Ну, реально, ну, там хороший туториал. Фреймворк, что ли? Ну, вот, да. IOHTTP, да-да-да, это, ну, такой фреймворк, как бы совершенно не джанго уровня, но, да, то есть, я бы, скорее, библиотекой даже назвал. Хотя вот эта вот тема с AdRootz, это, да, это уже такой фреймворковый подход. Вот. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать, причем вы можете задавать их в General смело, потому что, ну, как бы, если у вас есть вопрос, скорее всего, он есть еще в 10 человек. Не надо стесняться. Это совершенно не нужно. Не знаю, то есть, ну, короче, если у вас совсем никак, пишите мне в Telegram, когда-то. Ну, ладно, давайте на этом закончим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!